Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 мая 2016 года среда А по одному из старинных 37 день месяца посева на речении 7524 лета третейник Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме о родных светлых и темных богах А главный соведущий Анубис Здравия тебе, Анубис! Здравия! Тожествия всем присутствующим! Слава Богам и Евгениям, нашим мудрым и всемогущим! И, как я всегда говорю, слава Марии, слава Черному Богу! Понятно. Давай, наверное, начнем вот с чего Ты представишься и несколько слов скажешь о себе Ну и, наверное, сразу учтем тот вопрос, который обязательно должен появиться в чате Предупредим его Почему все-таки Анубис? Анубис Это имя соткалось два года назад, оно очень долго шло Шло несколько лет Внутри формировалась такая вибрация И два года назад прошло как страж смерти Есть такое понятие у славян ариев как страж смерти И Анубис — это не Египет Это все наше, наше славяно-арийское Это Семаргу, это Родогост Это те, кто встречает души людей И что бы мне еще хотелось сказать Часто бывает, мы, когда слушаем какую-то информацию Ставим такую сетку Если что-то входит в наше понимание, мы пропускаем внутрь себя Если нет, мы тут же отметаем Но тогда мы не развиваемся Мы остаемся на месте Чтобы развиваться, нужно открыть себя для информации Не значит, что мы должны ее потом обязательно всю принять Но когда мы пропускаем себя Мы потом можем проанализировать Если что-то непонятно, мы как файлики Ставим на полочку Так у меня было Одно время мне хорошие наставники посоветовали так делать И многие вещи не воспринималось Но я ставил на полочку А потом вдруг Это как файл Оп, и он срабатывал И оказывал очень большую услугу То есть расширялось сознание Поэтому будет здорово Если не будет критического такого сразу восприятия Это мы себя пускаем Мы это понимаем А это будем отвергать Также я хочу сказать, что задача наша Как жрецов храма Черномары Это пробуждение родовой памяти всех славян и ариев Поэтому я ваш друг Я не вам не враг То есть наша задача пробудить И преобразить эту реальность, которую мы сейчас имеем Это основная задача храма Черномары Это пробуждение родовой памяти Узнавание себя богами-богинями рода Он всебога Вхождение в семью, в единую рода Он всебога Вот такой вспышка сознания И также, что я еще хочу сказать Я бы немножко все-таки говорить с позиции адвайты То есть недвойственности Славяно-арийские виды Они многоглубинны Есть понимание вдвойственности И тогда это очень похоже на религии А есть понимание недвойственности То есть единый ротом всебога И очень множество разных форм То есть единство во множестве Множество в единстве И поэтому многие вопросы Я буду на вопросы отвечать Именно в стиле Все-таки не двойственности, а адвайты То, чему учит Славяно-арийская ведическая мысль Вот так, как раз Хорошо Ну и теперь давай будем разбираться уже С темой нашего эфира Если уж мы говорим о светлых и темных богах То, наверное, у большинства людей Которые так или иначе связаны С библейским представлением о мироздании Оно достаточно упрощенное И несмотря на то, что сейчас наблюдается Большой всплеск интереса К нашей древности К нашему образу жизни, миропониманию Но вот та матрица Заложенная с детства в наши умы Она все-таки сказывается И поэтому, как ты правильно сказал Достаточно просто всегда делить мир На хорошее или плохое На черное или белое И здесь, если у нас светлые и темные боги есть То сразу же у большинства людей Идет такая ассоциация Опять же, вот из библейского мира Представление Хорошее и плохое То есть, вот темные – это плохие Светлые – это хорошие Вот давай изложи свою точку зрения Что по этому поводу ты думаешь? Эту точку зрения Неоднократно уже было изложено В чатах В других конференциях Все боги наши Как темные, как и свет Это единое целое Это как рой, семья Правая-левая рука И величайшая глупость Отрубать себе какую-то руку Говорить я только правая Или говорить я только левая Мы – все единство Поэтому это все наши боги Качество разное богов Именно В большой семье Есть разные люди Есть больше как воины Есть ремесленники Есть купечество То есть, разные люди Все они нужны Все они хороши Но именно по внутреннему состоянию Мы притягиваемся к чему-то Кто-то больше любит, например Ну, как земли паши Задайся по-старому Другой Например, заниматься знахарством А есть и воины Боги темные – это воины боги Это те, кто Ведут именно активные боевые действия Сказал бы так А светлые боги Они больше имеют аспект созидания Такой пример По, например, болезни человека Скажем, раковая опухоль Чтобы убрать этот негатив Это только наши боги темные Эту заразу, скажем, очищают А уже потом Белые, светлые наши боги Они вводят туда свет Скажем, такой Дополняют его Содержимым Созиданием И тогда полностью получается Такое исцеление Это просто разная функциональность Это прямо-то как в сказке Про живую и мёртвую воду говоришь Сначала мёртвую водичку Потом живую и человек ожил Ну, это так и получается, да Хорошо, хорошо Ну, так всё-таки Вот Если ты Уже упомянул Славяно-арийские веды То уж давай От них что-то так попытаемся Как-то по ним пройтись Там рассказывается о том Что в своё время Чернобог решил познать Высшую истину Но Он не мог просто так Её познать Надо было Не нарушать законы Прежде чем Что-то куда-то лезть Он должен был То же самое сделать По отношению к тем Кто находился Ниже его По уровню развития И поэтому Он скрыл печать Для того, чтобы отдать Решил скрыть печать Мудрости Для того, чтобы отдать В нижние миры Свои знания И получить сверху Новые знания для себя Но при этом Встреча на такая инициатива Была не очень хорошо И завязалось Некое противостояние Между Белобогом Чернобогом И тогда Со стороны Чернобога Пришли те, кто Его поддержали Те, кто хотели Получить эту истину А со стороны Белобога Пришли другие Которые решили Противостоять Чтобы не разливалось Потому что Вне готовые Когда умы В неготовые Слои Когда попадает Некое знание Оно может быть Разрушительное То же самое Как атомная бомба И вот Там рассказывается Про это противостояние А ты говоришь Что никакого противостояния нет Как вот здесь быть? А это с какой позиции Смотреть? Нет Если с позиции С двойственности Есть какое-то Прошлое Есть какое-то Будущее Есть некий я Который родился И умрет Значит Смотреть Глубже С единого поля Мы единое Есть единый Бог Единый Единое сознание Океан Именно вот с этой позиции Тогда Все остальное Это уже творение Это большая игра Игра этого абсолюта Как угодно Можно назвать И тогда Нет этих противоречий И тогда Надо рассматривать мир Именно как Проявление Своего же ума Мое тело Это не я Это мой ум И все что окружает Меня материально Все формы Это тоже ум А я К этому отношения Собственно говоря Как бы не имею Тут я другой Его называют Праздном Брахма Атман Рамха Абсолют Не имеет значения И вот вся задача Всех Можно сказать Движений Духовных Духовных Направлена на то Чтобы пробудить Этого Узнать себя То есть Познать себя Это пробуждение Это нельзя Прочитать Это нельзя Слушая кого-то Получить информацию Это именно Практика Пробуждения Если мы Ее делаем Мы узнаем Себя Мы пробуждаемся И мы начинаем Видеть эту Вселенную Уже в совсем Другом свете Другими глазами Теми духовными глазами А оттуда Это все Летописи Этого как бы И не было И это все есть Как нет Вселенной И она в то же время Есть Как нет меня Как такового Как тело Которое вот сейчас Говорит И в то же время Это есть Вот это есть Именно Великая Двайта Которая заложена В славянских Славянно-арийских ведах Ну ты касаешься Да Ты касаешься уже Таких философских Материй Очень глубоких Очень высоких Которые Некоторым людям На определенном уровне Могут показаться Странными Как это нет Если Вот мы сейчас Разговариваем Естественно Что тот Кто уже Что-то познает Он говорит Ну если вы Понимаете Что время Это одно лишь Измерений И измерения Могут преломляться Могут меняться То Прошлое Может поменяться Местами С настоящим А настоящее С будущим Причем Это может происходить Несколько раз И относительно этого Вы можете представить Что вас уже нет Или наоборот Вы еще не появились И заглянуть Куда-то туда Где вас нет Но Опять же Мы находимся В материальном мире И так или иначе Здесь есть Ночи тени Есть свет И солнце Есть то Что Тень Не порождает Солнце Да И Если солнца не будет То тени Естественно Тоже не будет Но при этом Когда прячется Свет То возникает На земле Ночь Никуда не деться От этого Вот поэтому Представления Чернобога-белобога Они вот так вот Крутятся А если уж мы говорим Про библейские традиции То в этом случае Встает Всегда Представление О том Что белобог Это прообраз Который Друзья Библейцы Взяли За основу И Получился у них Господь Якобы А те Которые Вот Относились Чернобогу Они все были Воедино собраны И Был вот как раз Появился Дьявол С окна То есть Противоположность Господе Причем я сейчас Не разбираю Правда Это неправда Потому что если там Библию почитать Там не все так гладко Как некоторые себе представляют Мы сейчас не занимаемся Изучением Библии Мы говорим О трактовке Которая сейчас Присутствует Вот что ты скажешь По этому поводу Ну Если уж брать Из библейского То все наши боги Это сатана Все без утечения Хоть светы Хоть темные Это для них все Это все Любой бог Наш бог Да Славяно-рельский Это уже дьявол Сатана Это бес Все что угодно Именно Но Главное Здесь что Именно чтобы Наши славяне-арии Которые пришли Уже к пониманию Родных богов Не впадали Вот в этот морок Который Тысячу лет Питывался То что Темное Это страшно Темное Это вред И получается Уже оторвавшись Как бы От Вот этого Лже-христианства Скажу От этой поповщины Все равно Все равно Она поспудно Оказывает Свое действие И человек Думает Да Вот Светлый Он думает Это будет Это свет Это ангел Еще что-нибудь А вот темный Бог Это все Это сатана То есть Это еще Влияние Морока Это еще Влияние Той системы Которая была Направлена На уничтожение Полное уничтожение Нас Как народов Ты такие Так громкие фразы Принучишь Лже-христианство Все остальное Как-то Наверное Надо немножечко Помягче себя вести Потому что Есть люди Которые Когда слышат Такие слова Лже-христианство У них сразу Возникают вопросы Что там Какой-то Пришел Христианский Пророк Который говорит Где правильное христианство Где неправильное христианство Мы-то вообще Сейчас о христианстве Мы упомянули Библейские концепции Традиции Только с точки зрения Сравнения И не более того Ни на кого мы здесь Наседать И учить кому-то Как правильно креститься Или как кому молиться Мы наверное Не ставим Целью Этой передачи Итак Значит Продолжаем Вот Ты сказал Что с точки зрения Там Ну Не буду слово Потреблять С точки зрения библейского Наши все боги Являются Черными И так далее Я это говорил Когда я говорил что-то Я не говорил С точки зрения И самой идеи Понятно Что там Много что указывается В писаниях Иоидейских Которые потом Стали христианскими Но Я это говорил Про другое Я говорил Про современное Представление Человека обычного Который В этой концепции Был порожден Который В этой концепции Воспитывался Кто-то усердно Кто-то не усердно Но так или иначе С ней связывался И так или иначе В мозги Что-то проникло Поэтому у него Представление о том Что Господь Из Библии Это хороший Такой дедушка Который Все может Всемогущий А вот Чернобог Это как раз Вот и есть Тот дьявол Сатана И так далее Вот о чем я спрашивал Да Так Алексей Я же ответил на это Дальше Что это как раз Именно влияние Морока Такое представление Это еще продолжение Влияние Вот этих Программ Зомбирующих Вот Теперь давай Значит расскажем Получается Что Наши все боги Сходя из того Что ты говоришь Они Никогда Друг с другом Не воевали Никогда Между ними Ас и вражды Не было И они Получается Тогда Что Вместе Взявшись за руки Идут Светлое будущее И нас Туда ведут Или же Как-то у них Свои пути Вроде бы Цель одна Но дорожки разные Вот давай Вот здесь Коснемся этого Это именно Полностью Союзники Как Белбог Как и Чернобог Как и Дождьбог Да Белес Радогос Семаргл Перун Додолушка Наша Громница Это все Все наши боги Для меня Они все родные Для меня Они все Любимы Это моя Единая семья Почему Именно В данном Случае Черномары То есть Чернобог И Мара Я уже повторю Это внутреннее состояние Главное найти Кто я внутри Чувствую Я чувствую себя Война Это мой путь Путь воина Я по нему К нему шел Потихонечку Приближался Это еще называется Духовная брань И вот На этом пути Ты идешь Ты идешь Ты идешь Ты идешь как воин Другой Например Он Он говорит Как больше творится Может что-то построить Сделать И замечательно Тогда он больше обращается К Макоши По сути дела Тоже Это сверлый аспект Или квести Аспект тоже Мара Но как созидатель Он строит Это замечательно Поэтому Единый Это единый союз Они как Это именно Внутренняя составляющая Потому что Мы все разные Поэтому Кто-то Как в большой семье Кто-то Немножко ближе Все родные Но кто-то Ближе Вот по духу Скажем так Хорошо Ты произносишь Мара У многих представление Что это все-таки Богиня смерти И многие привязывают Мара уже К не библейскому А к такому Южно Индуистскому Где вот есть Кали Мать Черная мать Вот Многие говорят Что Мара И Кали Ма Это одно и то же Что ты по этому поводу скажешь? Я сказал бы Что да Это по сути дела Разные имена Ведь все Начиналось Поселение С Гипербореи И потом уже Было расселение Европы Тибета Индии И потом Стали изменяться Разные Имена Разные вибрации Но они Именно внутри Схожи Поэтому можно сказать Что Дурга Кали Ма Наша Мара Марена Это все Многоликость Чернобог Тысячилики Всегда помните То есть он представлен Тысячи Лицах Поэтому Разные слова Разные Немножко Вибрации Но они Составляют Вот Тогда Эту красоту Знаешь Как Громадный Лотос Он такой Тысяча Лепестков И каждый Вибрирует По-своему Но вместе Они созидают Такую гармонию И я бы Еще сказал бы О Маре Мара Это Очень интересно Два аспекта Первый аспект Это как Личность Как Действительно Та Которая Встречает Души Там получается Встречает Страш Смерти Потом Мара Определяет Дальнейшее И есть еще Другой аспект Мары Аспект Творения Всевселенной Мара Мать Рассвет То есть Матерь Света Из этой Сияющей Пустоты Сверкающая Чернота Если есть Такие понятия Тоже Ведизме Буддизме Именно Из этого Из этой Сверкающей Черноты Возникает Все Что Сейчас мы Видим Как Вселенная То есть Именно Мара Это Как аспект Безличности И как Личностный Хорошо Тогда Когда Сказал Что По сути Калима И Мара Это Очень схоже Что Калима Это Одно Из Лиц Или Как один Лепесток Лотоса Входящее В одно Здесь У тех Кто Как-то Изучал Древние Наши Традиции И изучал Индуистские И что-то Что там В Индии Происходило Они Сразу Начнут Задать Такие Вопросы Калима Подразумевает Приношение Жертв Человеческих Не с точки Зрения Как человек Что-то Сделал А именно Самих Человеков Самих Людей Отрубание Голов Кровь На алтарь Перед Калимой Если Калима И Мара Это Суть Одной И то же То в этом Случае Что же Получается Мара Марена Она Тоже Требует Человеческие Вот в этом Смысле Жертвы А кто Сказал Что Калима Требует Именно Человеческих Жертвоприношений Ее Изображают Да С тысячами Там Голов Отрубленных Она Такой Кровавый Язык Там С мечом Но Это Все Аллегории Надо же Понимать Идет Духовная Брань Если Идет Отрубание То идет На Тонких Уровнях То есть Сильнейшая Духовная Брань Именно Духовная Брань С чем? Собственно Говоря С нашим Собственным Умом Вот Этим Болотом Которое Эти Страсти Я Слово Потребляю Бесы На Боле Такое Приемлемое Лярвы Все Эти Сущности Нашего Рождение Нашего Ума Которые Не дают Мешают Нам Пробудиться Мешают Нам Познать Себя Что мы Есть Боги Что мы Есть Духовные Создания И именно Наши Боги Они Рубятся Вот с Этими Скажем Болотными Тварями Никакие Жертвоприношения Как Тел Никому Это не Нужно Но Это ты Заявляешь Что Не Нужно А ведь Известное Писание Если Почитать С тех же Самых путешественников Кого-то еще Которые Четко Указывают На то Что Да В некоторых Штатах Индии В том числе Калькутте До некоторых Недавних Пор Приносились Человеческие Жертвы Именно Вот Кровавые Калиме И мало Того Упоминается Если же Опять Говорить О славяно-орейских Ведах И писаниях Которые Там Приводятся О том Что Было Несколько Походов Дравидию К Дравидам И нагам Когда Там Доходило До боевых Столкновений С представителями Калимы Последовательник Калимы И В общем-то Их Отучали От того Чтобы Кровушку Человеческую Пускали И загнали Их В этот Закуток Кали В Калькутту Скажем Так Много Где Что Написано Да Если Взять Многие Источники То Славяне Арии Здесь У нас Скажем На земле Тоже Постоянно Приносили Человеческие Жертвоприношения Наверное С этим Сталкивался Да Неоднократно Да Конечно Любой Ярый Христианин Тебе Такой Скажет Да Вы же Убивали Людей Поэтому Можно Назваться Кем угодно Да Можно Назваться Взять Вооружение Перуна Да И пойти Убивать Мы это Видим Возьми Скинхедов Они У них Свастика У них Перуница Они Из-за Перуна Они Идут Убивают Других Именно Физически Убивают Можно Ли сказать Что Они Принадежат Семье Родом Всего Понятно Ответ Твой ясен Ладно Идем Дальше Идем Дальше Скажи Пожалуйста А почему Невзирая На то Что Огромное Количество Богов И как Сказано В Велесовой Книге Кто возьмется Считать Там Тому Будет Ай-яй-яй Почему Все-таки Были Выбраны Темные Боги Почему Одна сторона Медали Была выбрана Ну Выславлять Так уж Давай Выславлять Всех Если Ты говоришь Что это Одно И целое Сюда Мы Обратились За каким-то Замертвой Водичкой За какими-то Деяниями А сюда Мы Обратились За Светлыми Деяниями За Живой Водичкой Но вот В храме Сразу Можно Представлять И тех И других Почему Темные Боги Не Ну Как же Мы же Славим Всех Богов Я Славление Славлю Темных И Светных Я не Разделяю Нету Разделения У меня Идет Славление И светных И темных Но Больше Больше Именно Усиление То что Мне ближе Роднее Внутри Это Вибрационность Усиление Вибрации То есть Когда Мы Произносим Имена Богов Мы Пробуждаем Внутри Себя Эти Божественные Вибрации Поэтому Все Имена Произносим Все Их Славим Но Немножко Ближе Именно Более Сильно Вдохновляет Имена Мары Имена Черного Бога Шива Други Ганеша Они Больше Вдохновляют Они Более Роднее И Пробуждающие Но Если Взять Славления Которые Ну Их Можно Послушать Есть Ссылочки Да То Ты Услышишь Именно Всех Богов Хорошо Понятно Понятно А скажи Когда Ты Приглашаешь В свой Храм Кстати Храм Виртуальный Или Он Построенный Какой-то Физический Куда Можно Приехать Давай Этот вопрос Тоже С тобой Подним Вот Когда Ты Приглашаешь В храм Или На служение И Темные Боги Там Главенствуют Вот С точки Зрения Больше Им Отводится Внимание То В этом Случае Те люди Которые Говорят Ну Как-то Вот Ну Не мое Это Ты Как На них Как это В христианстве Анафему Да Наводишь Или Анафему Придаешь Или Как-то Так Спокойно Отношешься К этому Я вообще К всем Отношусь Спокойно Любой Человек Приходящий Он Приходит Христианин Например Что-нибудь Говорит Или еще Просто К какой-нибудь Хулиган Я ко всем Очень спокойно Отношусь Ведь Никто Не приходит В храм Черномары Как С позволения Мары Черномога И Почему Я приглашаю Почему Я даю Информацию Кругом Потому что Когда люди Соприкасаются С самой Информацией Храма Черномары Они уже Соприкасаются С энергией Родом Всебога В них уже Начинается Процесс Пробуждения Родовой памяти Процесс Истеления Души Вот для меня Главное Для меня Главное Чтобы человек Начал Пробуждаться Потому что Мне действительно Очень хочется Чтобы вся Тая реальность Которую мы сейчас имеем Назовем ее так Реальность Она бы Изменилась Чтобы наши боги Проявились В нашей земле За это можно Кажется Положить Жизнь Жизнь Тела По большому счету Ничего не значит Значит Будет ли Вот этот момент Пробуждения Это самое важное Что может быть Поэтому Здесь Именно задача Храма Черномары Как раз и Помочь Родовой памяти Пробудиться Убрать зависимость От морока От бесов От ляров Вот так А когда человек Приходит Храм Черномары Он уже начинает Пробождаться Что бы он ни думал На своем поверхности Скажем Сознание Но ведь Если так же Подходить То человек Которому Больше По сердцу По вибрациям Как ты говоришь Белые боги То в этом случае Пробуждение Открытие Родовой памяти У него Может так же Происходить И В других Храмах И вообще На природе И вообще Напрямую Непосредственно Не прибегая Никаким храмам Насколько я правильно Тебя понял То вот это логично Да конечно Именно Куда ближе Скажем Душа и сердце Тянет И Туда нужно идти Единственное Что Мало Приходить В храм Но здесь Я еще как раз До конца Отвечу Храм Черномары Куда я сейчас Приглашаю Это храм Скажем На тонком плане Он был Сотворен Примерно Два года назад Вначале Просто как Канал Назела А потом Я увидел Что это Обетворение Мары Чернобога Это место Точки Сборки Сборки Тех людей Которые Уже Хотят Пробуждаться Хотят Познать себя И Именно Он служит Чтобы люди Могли прийти туда Собраться Воедино Я думаю Недалек Той час Когда Храм Черномары Проявится Как отдельное Стоящее здание То есть Это будет Где-то В сельской Местности Думаю Что не очень Осталось Долго Скажем Ждать Пока Именно Больше Я рассматриваю Как на тонком плане Канал Именно Взела Ну да Вот как раз Хотел Уточнить По этому Вопросу Ну ты сам Уже И ответил Давай Сейчас Прервемся На небольшую Музыкальную Паузу И после этого Продолжим Разбирать Вопрос Родных И темных Родных Светлых И родных Темных Богах Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 18 мая 2016 года Среда По одному Из старинных 37-й день Месяца Посетива Наречения 75024 Лета Третьейник Родных Светлых И темных Богах Такова тема Сегодняшнего Эфира И главный Соведущий Аннубис Я хочу В свою очередь Поздравить Тех Кто Находится В традиции Где В которой Сегодня Принято Слушателем С регистра С Регистрационной А также напоминаю, что, пожалуйста, радионародное, поэтому не забывайте об этом. Без вашей поддержки оно существовать не может, это первое. А во-вторых, сами участвуйте в его создании. Присылайте музыку, вернее, ссылки на музыкальные файлы, на какие-то интересные передачи. Сами приходите, пожалуйста, можете быть дикторами, надиктовывать что-либо, можете писать что-либо, можете быть авторами, можете перерабатывать уже готовые тексты. Ну, в общем, все, что связано со звуком, это как раз наше направление. Участвуйте в этом и будете сами развиваться. Итак, мы продолжаем общаться. Мы продолжаем общаться. И, наверное, следует нам поднять вопрос, а как происходит славление, благодарение богов и богинь? Что какие-то там специальные мантры, специальные слова, специальные обращения или как-то все по уставу, который уже сложился во многих славянских общинах? Славление, благодарение – это практика из Анутара-тантра-йоги, один из высших таких йог. Практика познания себя в высшей форме, она состоит из трех частей. Первое – это призывание, второе – это воссоединение с энергией, а потом основание себя. То есть, задача в данном случае идет вибрация. Имена – это вибрация. Имя бога, а не отлично самого бога. И когда идет вот такая вибрационность, и мы входим в нее, она начинает внутри нас также зарождаться, активировать наше сознание. И в какой-то момент мы начинаем познавать себя, что мы есть и Чернобог, мы и Семарра, и Перу, и Шива, и другая. Вообще мы есть все. То единое, глубинное сознание, что говорят Бог, Абсолют, Рамха, Брахман, как угодно. Вот это и есть заключается главная мысль славяно-арейского ведического учения. Что есть единое сознание на всех. А все вселенные формы – это происходящее из него. И все это большая-большая игра. Это глубина, это самая глубинная мысль. Все остальное – это уже уровни поверхностного восприятия, двойственности. А когда есть двойственность, тогда есть вражда, тогда есть ненависть, тогда есть кто-то виноват. Мы ищем виноватых. Когда же понимаешь эту недвойственность, но винить можно во всем только самого себя. Некого винить. Тогда получается, только я сам что-то не доделал, в чем-то еще не преуспел. И поэтому смотришь тогда на мир совсем другими глазами. Возникает совсем другое видение, так называемое божественное видение. И самоусловление, оно возникло, потихонечку стало возникать, возникать. Создавались определенные словления, формы. Не более-менее оно сложилось. Скажем, определенную такую программу, что ли. Она может меняться. Вибрация, я не знаю, как она будет идти, когда начинаю ее. Она может быть так, она может быть так. Все зависит еще от внутреннего, от сегодняшнего состояния. Главное, даже не форма эта, а та вибрация. Говорит, поймайте эту вибрацию. То есть надо слушать. Здесь надо слушать полумедитационное состояние. То есть ходить в эту вибрацию. В этом составляется, заключается и на практике ослабления благодарения. Это одна из методов, один из методов пропуждения. Пропуждение азом есть себя, себя как Бога или богини. Когда в первой части фирмы с тобой говорили про то, что у каждого свои информационные ощущения, свои энергетические ощущения. И одному ближе к темненькому, другому ближе к светленькому. Ты говорил, что в общем-то все нормально, все хорошо. Претензий быть не может. Но иногда я в чатах вижу переписку, где ты так несколько жестко упоминаешь о том, что за такие слова тебя там жернова Чернобога. Что сие означает? Это что, угроза? Это как предупреждение? Или это уже действие некое? Жернова можно рассматривать по-разному. Иногда в двойственности, как некий такой канал очищения. Я рассматриваю жернова как мое внутреннее осознавание, как тот внутренний огонь, как энергия родом Всебога. Я совмещаю именно внешнее с этим внутренним. И поэтому, когда идет такое совмещение, идет момент преображения. Если кто-то, вот у меня столкнулся с кем-то, и внутри меня проявляется, например, гнев, раздражение, еще что-нибудь, вот тогда включаются эти жернова. Азм есть жернова. Это очень важно осознать. То есть это момент преображения. И человек входит именно в эту энергию, энергии рода Всебога. В руки Мары он входит, в руки Чернобога. Это только на пользу человека. Это никак ему не вредит. Это не может ему, то есть душе никак не может навредить. И здесь момент два пути. Или человек получает освобождение, отлияние морока, бесов, страстей. Ну или он, как говорится, полностью может разрушиться и пойти в новое первоплощение. По-разному бывает. То есть в любом случае идет момент пробуждения, так или иначе, его духовной природы. Так вот, здесь надо уточнить. То, что идет очистка, это понятно. Очистка, она кем инициирована? Тобою запущена? Или кем-то другим? Потому что с твоей стороны было писание о том, что за то-то, то-то ты направляешься в жернова Чернобога. А кто есть я? Это очень важный вопрос. Это вопрос вопросов. Когда меня спрашивают кто-то, я говорю, я не знаю, кто я. И вот все, что я делаю, это для того, чтобы узнать. Это в глубине славяно-арийской мысли, да? Есть другое восприятие, что я тело, как жрец Мары Чернобога, являюсь проводником энергии. Проводником энергии всего рода Всебога. Но более, как аспекта Мары Чернобога, перна Черного, рода Госта, Семаргла. Именно тогда человек, когда он нападает, то есть он нападает на кого? Не на меня, он не может на меня напасть. Не на кого нападать. Он может нападать только на рода Всебога. Если его поталкивают к этому. Кто его поталкивает? Вот те же самые бесы, тот мор, который захватил его сознание. И тогда я помекал бы человека с его вот этими потрохами, вот этими всеми грязью его, и помещаю, можно сказать, в эти жернова. Но это немножко образное, надо понимать, некое аллегорическое выражение. Но он входит в эту вибрацию, то есть внутри этого человека поселяется же эта вибрация. И начинается момент преображения, исцеления. Человеку может быть, конечно, по телу очень быть такие удары, и такое может быть, как температура, все что угодно. Но это все на пользу. Но я все-таки задал более конкретный вопрос. Когда ты это пишешь, это что? Это угроза? Это инициация процесса? Или это предупреждение? Нет, это инициация, это конкретно. С чем угрожать? Нет, ну угрожать это глупо, да. Это конкретно. Но здесь некий момент, может быть, и некой такой внешней шутки, а внутри это очень серьезно. Это очень серьезно. То есть я само как жернова, иногда, как говорю, я иногда говорю жернова, улыбаюсь. Это внешне. А внутри идут очень мощные, мощные вибрационные процессы. Это момент, начало исцеления человека, исцеления его души. Ты знаешь, как такими штучками некоторые, наверное, не шутят. Это как в анекдоте, когда волк, заяц, сказал, я тебя съем. Тот испугался такой степенью, что уже штанишки навалил. Главное, говорит, волк, я пошутил. Говорит, заяц, на понюхай, чем твои шуточки пахнут. Иногда не шутят такими вещами. Потому что вот ты сказал так, полушуткой, кто-то это воспринимает серьезно. Так, Алексей, я что вам говорю? Это внешняя шутка, а это очень серьезно. Весь вся наша Вселенная – это игра. Это большая шутка, это игра. И в то же время это очень серьезно. Вот здесь два таких, знаешь, разнополюсных. С одной стороны, это все игра, а с другой стороны, это все очень серьезно. Потому что когда если приходит боль, это серьезно, мы ее чувствуем. И что бы я ни говорил о том, что меня как тело нет, так учит великое учение. Но в то же время, если боль будет, я ее ощущаю, я привязан к этому телу. И поэтому, с одной стороны, игра, с другой стороны, все очень серьезно. Ну, понятно. Вот смотри, когда ты говоришь о том, что все, ну, за это высказывание или за это выражение, или за это деяние попадаешь в чернова чернобога, то в этом случае, чтобы так утверждать, необходимо, ну, как минимум быть четким назначенным человеком, четко назначенным чернобогом человеком, который ответственен за такие решения и который способен эти решения исполнять. Или, по максимуму, он должен быть самим чернобогом, который говорит, ну, дружище, иди сюда, я сейчас тебя тут почищу. Залезай-ка в кузовок, разгруздим, назвался. В данном случае, поэтому, ты когда говоришь, а кто я, вот я хочу понять, а кто ты? Кто ты в этом случае? Ну, я повторю еще раз, я не знаю, кто я. И поэтому внешне я жрец Мары Чернобога, я проводник его энергии. И поэтому я сам ничего не решаю, как бы, судьбу человека. Моя задача – передать Маре Чернобогу или человеку от людей. Бой человек, у него ситуация, он обращается, интересные случаи. У него через два-три вдруг этот столько лет, скажем, сосед наркоман доставал, и бах, и бум, увезли. Вот был недавно такой случай, да? Но много других вещей. Когда люди обращаются, моя задача – просто быть чистым проводником, по максимальности чистым. И передать все в руки Мары Чернобога. Ну, я тебя понял. Но это попахивает религией, где есть посредник, где есть тот связующее звено, которое заново связывает кого-то с кем-то. Все-таки ведическая наша культура подразумевает, что посредники не нужды. Если жрец, то он всего лишь навсего исполнитель службы, но он не является посредником. Если волк, то он всего лишь навсего ведущий, знающий в чем-либо, но он не является посредником. Если это ведун, то и так далее. Здесь можно дальше продолжать сколько угодно. А в данном случае ты выступаешь… Вот сейчас взять, например, убираем антураж Чернобога, Мары, ставим купола, кресты, одеваем тебя в некое облачение. И, в общем-то, готовый персонаж, уже всем хорошо известный, который говорит, ну, давайте, какие вопросы, я сейчас прямо туда передам. А в библейской концепции, если я смотрю, то почему-то Бога там, Господи называют всезнающим, всевидящим, всемогущим, но при этом ничего не видит, не знает и не может, как вот там же, опять же, в Библии все написано. И поэтому надо постоянно к нему обращаться, постоянно надо, чтобы кто-то там молил его, умолял и так далее, чтобы были рабы, которые ему подвластны были. У нас-то этого нет. Тут как-то сразу раз и напрашивается такая ассоциация. Что скажешь по этому поводу? Ну, дело в том, что жрецы и волхвы, это не просто вот какие-то оформители чего-то. Вот как ты сказал, они просто что-то там делают. Нет. Жрец — это проводник. Через жрецов идет энергия в этот мир, и мир начинает преображаться. Через волхвов так же идет. Через каждого человека может идти, да. Но дело в том, что жрец и волхвы — это тот, кто полностью посвятил себя. Он отбросил свою жизнь, он все отдал в руки богов. Он кроме этим ничем другим не занимается. И поэтому он становится более, скажем, мощным проводником этой энергии. То есть он более светится, чем другой человек. И поэтому всегда... Почему на Руси вот произошел упадок? Потому что жрецы и волхвы потеряли вот это, потеряли светимость. И все. То есть и потом прошел морок, прошла... Темнота пришла. Поэтому очень важно, жрецы и волхвы очень важны. Они проводники именно энергии богов. Каждый может быть проводником. И так же каждый, если он все отбросит, будет именно посвящать себе. Он все больше будет узнавать себе, пробуждаться как бог. И в какой-то момент он узнает, что он и есть этот бог в конечном итоге, да? Анубис, я с тобой согласен. Только проводники в другую сторону. Если в религии человек не может напрямую до бога достучаться, докричаться, нужен проводник в ту сторону, в сторону бога, то в ведических писаниях, в ведическом учении, в ведическом мировоззрении и вообще в ведическом представлении идет обратная иногда нестыковка. Человек что-то не может услышать, не может что-то понять. И вот тогда нужны как раз те, о ком мы с тобой говорим. Но в отличие от религии обратная сторона идет, обратная связь. Человек что-то не может понять, он идет к полху, говорит, вот было у меня такое видение, были у меня вот такие ощущения, был у меня такой случай, растолкуй, я не могу врубиться. Говорит, ну что ж, давай расскажем. Он обращается, подключается к каналу и говорит, у тебя вот это было-было, вот это тебе был такой сигнал, вот это вот тебе привет от Мары, грубо говоря, да? Вот тебе вот это было-было, вот тебе привет от Перуна. Ну, опять же, условно тогда, в кавычках. Вот. И тогда человек оскор, точно, это же вот так оно и было. То есть, а в религии, в религии наоборот все происходит. Человек, он ничего не понимает и он достучаться не может. И поэтому он идет к посреднику, который туда, к Господу что-то отправит и в ответ еще что-то получит. А в ведическом направлении наши боги не слепые, они не глухие, они все ведают, они все знают, к ним не нужно стучаться, они и так всегда с нами. Ну, зачем стучаться с тем, к тому, вернее, кто постоянно с тобой. Вот иногда трудно будет что-то понять, ну, зашорены люди. И тогда, да, нужен какой-то учитель, наставник, ведун, который что-то расшифрует, поможет. По поводу того, что жрецы и волхвы нужны, что они свою миссию исполняют, вопросов нет. Конечно же, обязательно, это они нужны. Но только взаимосвязь с богами несколько другая, нежели чем в религии. Вот о чем я говорю. Ну, говорить о религии, это очень целая тематика. Можно отдельно посвятить, что такое религия, почему я иногда говорю лжехристианство, о чем она отличается, и что в нем есть и линия пробуждения. Также это те монахи, которые были жрецами, волхвами, славяно-арийскими, которые пришли туда, чтобы не произошло уничтожение наших народов. Дело в том, что мы, помнишь, говорили о вибрации, да? Каждый человек может, да, у него, у каждого внутри, конечно, все боги имеют связь с ними. Но если человек закрыт, как ты сам сказал, зашорен, да, он вибрация, он закрыт, и поэтому, когда он приближается к источнику, более мощному, у него внутри начинает это вспыхивать. Я не говорю здесь об информации, о чем-то еще. Именно момент внутреннего пробуждения. Главная задача это пробудить себя, как азмьесинь. А это практика пробуждения. Есть определенная практика, выработанная тысячелетиями. Она не может быть ведической, не может быть христианской, мусульманской, индусской, да? Она едина, как бы практика пробуждения, это методология. Это как некая техника, да? Вот как машина, да? Четыре колеса, тормоз, руль. А внешне назови как угодно. И вот именно момент пробуждения азмьесинь, узнавание себя этим. И вот именно главная, главная цель храма Черномара вот как раз этого пробуждения. Не какой-то пасты собрать еще что-то, учеников, нет. А именно людей, которые уже подошли как зрелые души к тому, чтобы практиковать и пробуждаться. Потому что большинство, мы как люди заняты делами, у нас какие-то заботы еще, и нам некогда практиковать. И вот тогда и нужны жрецы, волхвы, чтобы они внутри поддерживали эту вибрацию. Это не то, что даже что-то говорить надо, а просто человек входит, он слушает все и начинает усиливать свою же связь внутреннюю с богами и богинями. Просто я держусь, вот эту ниточку удерживаю в руках, когда ты сказал, что нужен для того, чтобы донести информацию до богов. Я вот от этого кручусь все время. Но как можно доносить информацию до богов, если они и так уже все, что мы подумали, все, что здесь произошло, они и так уже все это знают, все видят. Другое дело растолковать тому, у кого, например, наркоман, почему с ним что-то произошло или может произойти. А доносить до наших богов не надо ничего, они и так все это прекрасно знают. Если человек пришел к тебе и жалуется на какого-то там наркомана, который не дает житья всему дому, ему в частности, ему в частности, и давай-ка, Анубис, обратись к темным богам для того, чтобы, к чернобогу и черномаре, для того, чтобы его падлу такую, извиняюсь за сленг, наказали, то это как-то у меня вызывает некоторые вопросы. Это что же, там такие же бестолковые и глупые, это что, болезнь так эта, она распространяется и среди богов, что они ничего не слышат, и надо, чтобы определенные только рукоположенные или в сане к ним могли обращаться, а все остальные только приходили и там просили об этом, немощные такие. Как-то здесь вот я не вижу стыковку с физическим направлением. Давай еще раз попробуем. Давай. Во-первых, я не говорил бы информацией, говорил все немножко о другом. Именно момент неинформационности. Вот у человека какая-то проблема, заболезнь, ситуация, еще что-то, сосед вот. И он не видит выхода, он мечется, он не знает как. Ему важно сфокусировать внимание богов, богиней. Они всегда готовы помочь, но человек, он не знает, как это сделать. И когда он обращается к жрецу или волхву, идет такая фокусировка, это как глыба, знаешь, на пути стоит, льда, и надо ее растопить. Она кажется мощной. А нужно все нам всегда направить свет туда, свет наших богов. И он растает. Именно когда вот человек входит в это вибрационное поле, в нем внутри тоже идет усиление этой вибрации. Этот снег, лед, он растаивает, все, он исчезает, проблемы исчезают, болезнь уходит. Это все не на уровне информации, каких-то толкования, откинь это все, это не ментально, это все глубоко, вибрационно. Мы бете на уровне скажем души, духа, не общаемся словами. Там вообще другое общение. Вспомните во снах. Мы вообще понимаем друг друга, но мы не говорим иногда. Это когда происходит мысль формы, вот так вот передача. Вот для этого и нужны волхвои, жрецы, потому что они создают такие очаги вибрационности усиленные. И чем больше сейчас пробужденных, тем больше становится волхво, жрецов. И тем более общая вибрация, скажем, всей нашей проявленной реальности набирает мощь. И в какой-то момент она рухнет, она уже трещит, пошла. Я вижу, осталось совсем немного. В нашей жизни произойдет чудеснейшие изменения, трансформации. Я про это тебе и говорил, что для того, чтобы изменить мир, не надо никому обращаться из богов, они это все прекрасно знают, надо здесь что-то на месте решать. Для этого как раз нужны те самые волхвы, те самые жрецы, которые умудренные уже, которые четко все понимают, и которые могут растолковать и объяснить человеку, как себя правильно вести, научить его улавливать этот поток, научить его эти энергии, которые ему даны по его рождению в этом мире, для того, чтобы этими энергиями он управлять мог, вот для этого, а не для того, чтобы кто-то пришел, обратился к волхву, и тот обратился, или к жрецу, и тот обратился к какому-либо из богов, к нему весточку отправил, потом обратно получил сообщение, ему передал, то есть не заниматься пим-понгом туда-сюда, туда-сюда шарик перегонять, вот о чем я говорил, в принципе, ты вот сейчас как-то более точно это выразил, а до этого мне показалось что-то похожее на некий храм, который уже сейчас в большом храме, который в большом количестве уже построен, где службы проводятся по библейским традициям, куда люди приходят, записочки несут, кладут денежку, исповедуются, еще что-то делают, а вот проводник общается непосредственно уже с богом, ну, кто-то общается, кто-то не общается, кто-то делает вид, что общается, я не хочу ни в коей мере никого там принижать или куда-то лезть, это их кухня, но суть в том, что вот изначально было обрисовано так, сейчас уже как-то больше к нашему походит, да, согласен с тобой, и у нас еще есть одна минуточка, мы можем что сделать, мы можем какой-то маленький вопрос, реплику зачитать, но за минуточку нет, не будем, давай сразу, давай лучше музыкальную паузу поставим, музыку послушаем, и потом уже продолжим с тобой общаться. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 мая 2016 года среда, по одному из старинных 37 день месяца посева на речении 7524 лет от ретенек. Мы говорим о родных светлых и темных богах, и главный ведущий у нас Анубис отвечает на вопросы пока мои, но у нас уже в чате много вопросов, напоминаю, что вопросы в эфир именно из чата принимаем, а не откуда-либо еще. И поздравляю также с днем богини-матери сырой земли. Тех, кто по одному из старинных календарей отмечает, не напоминаю, что не стоит никогда косо смотреть на других людей, которые по каким-то другим календарям отмечают схожие славянские праздники. Наоборот, радуйтесь, что много людей отмечают такие праздники, наконец-то возвращаясь к своим традициям, к своим корням. Итак, мы продолжаем общаться, и давай-ка посмотрим, что у нас еще тут из намечения. Алексей, все-таки, давай, очень важные все-таки вопросы, очень важные, почему именно я считаю необходимым и очень полезным и ценным обращаться к жерцам и волхвам. Ну, давай-давай. Абсолютно ты прав. Да, мы всегда рядом с Богами, Боги рядом с нами, но мы от них закрылись, вот в чем дело. И вот это закрылись своим, называется, ложным эго, гордыням, как угодно. То есть, мы глухи. И вот поэтому, когда мы еще не пробились, когда еще вот этот поток воссоединения, именно воссоединение важно, глубинное, внутреннее, не какое-то внешнее понимание, это все ерунда. А на том глубинном уровне пробуждения, просыпания меня, если во многих людях каким-то нет еще этого просыпания, то ему и необходим тогда жерец и волх, чтобы эта помощь от Богов была более действенна, более реальна, ощутима. Ведь вот сам человек, он может биться, но он закрыт, он не знает, как это сделать. Он только живет поверхностным сознанием. А кроме этого сознания есть еще подсознание, сверхсознание. И вот когда он входит в эту глубину, у него происходит этот перенос сознания, когда рядом с жерцом и волхом. И в этот момент как раз фокусировка внимания Богов на какую-то ситуацию, на болезнь, она настолько сильна, что выжигается вся эта нечисть. Поэтому обращение очень важно, благословение очень важно. Это везде написано, во всем в медическом это так показано, что это очень необходимо. Это очень полезно. Перед любым своим действием я всегда обращаюсь. Именно обращаюсь, я призываю, здесь призыв, вот это понимание, чтобы не было двуственного восприятия, а именно глубина. То есть что значит призыв? Как более максимально пробудиться, воссоединиться с энергией рода Мусибуга. На каждое свое действие. Перед тем, как сесть, поесть, благословить пищу, то есть еще более воссоединиться, то есть себя пробудить этим, что-то делать. То есть мы усиливаем свое воссоединение. И тогда через наше тело начинает еще более течь эта энергия. Это вибрация рода Мусибуга. Понимаешь, как это важно? Поэтому именно обращайтесь к вам, к жрецам, только на дети тех, кто действительно является более-менее проводником именно энергии рода Мусибуга. Потому что я многих вижу волхвов так называемых. Жрецов меньше, больше волхвов почему-то. Сея Руси. Сейчас как возьмешь там Сея Руси, там Сея Руси. Но такие каналы идут. Смотришь, там канал мир ада, например, четкий такой, мощный, но вниз идет. Очень много сейчас такого есть. Ну да. основе такую словечку так называемых, понятно. Иногда на Руси такие назывались самозванцы, да, сам себя назвал. А с другой стороны, ведь жрец, волх, ну а кто его может назвать? Что, вышел Перун или вышел Чернобог и сказал «все, вот это жрец мой» или это жрец моя, или это волх мой? Ну такое, наверное, вряд ли когда происходит. Все-таки как-то рождается человек, и он что-то на другой уровень перешел. Пора бы уже как-то и с людьми делиться информацией, пора уже как-то и рассказывать о чем-то, и ответы давать. И, в общем-то, я чувствую, каналчик пошел, открылся, и я уже общаюсь, и врачи меня не забирают, справки мне не дают, что я сумасшедший, а вот так вот общаюсь, без всяких там справок. Ведь так оно и есть. То есть в любом случае так или иначе отчасти все самозванцы кто жрецы. Ведь никто им не давал эту справочку, что ты жрец такой-то, я... Абсолютно. Абсолютно с тобой согласен об этом. Я о другом сказал. О том, что иногда он созидает связь не с родом, не с богами, а с ниженными сущностями, принимая их за богов. И он начинает туда скатываться, оттуда брать энергию. И туда же начинает вести людей. Вот что получается. То есть подменная иногда. То есть какое-то... Это очень вещи серьезные. Это вообще духовное пробуждение, серьезнейшая и очень опаснейшая вещь. То есть легко заблудиться. Поэтому всегда бдительность, всегда проверка. То есть это... Всегда можно соскочить, где-то забыться. Поэтому очень много вот таких ловушек, этих сущностей, которые пытаются захватить душу, захватить дух. И тогда он будет думать, что он... у него перун или еще кто-нибудь. А там просто сидит определенный бес и им управляет. Да, такое случается. Случается, да. Ну что ж, давай дальше. Вопросы, которые накиданы были до эфира, прежде чем к вопросам из чата перейти. Что означает быть сотворцом с богами и богинями рода Омси Бога? А вот это и означает, что когда мы воссоединяемся с энергией богов, богиней, родом, Сибога, мы начинаем творить свой завтрашний день. То есть ведь мы его творим на самом деле. Через нас это творится, через наше подсознание, скажем так. И чем больше мы пропускаем через себя энергию родом Сибога, тем более эта реальность меняется. И мы в какой-то момент видим, что да, я реально меняю этот мир. То есть меняю как? посредством пропуска этой энергии. В этот момент стать чистым проводником божественной энергии. Понятно. А вообще Омси Бог, что это такое? Вот есть Всебог, есть род, кто-то называет своими именами, то есть того, кто первичен, кто выше всех, от которого всё пошло. Вот Омси Бог, это что? Это название вот этого Абсолюта. Разные слова. Ом это первоначальный звук, как это всё созидалось. Ом, Аум так пишут, но вообще это более глубинный звук, там сочетание очень множества, это гамма целая, творение. И чтобы более усилить всё вместе, Ом, а Всебог это охват всего происходящее, всего, что мы наблюдаем, как проявлено и непроявлено. И потом вот так сложилось, что это на наш взгляд, это более чётко как раз соображает то непроявлено, то трасседедно. Вот более глубоко вибрационно. Ом, Всебог. Потому что иногда просто говорят Всебог, но когда мы говорим Ом, частицы, вот это Ом, Аум, это ещё более придаёт вибрационности. Это одно из обозначений, да, чтобы было понятно. Это знаешь, как мы пальцем на Луну показываем, вон там, да, и вот как-то пытаемся это назвать. Назвать это никак, чтобы соответствовало, невозможно. Можно войти в это состояние, познать его, но там уже это нет злоб, нет ничего. Понятно. Так, с этим разобрались, но вот я употребил слово, насколько я помню, медитация, а медитация, что это такое? Почему на неё ты делаешь какой-то упор в своих учениях и в обращении с богами? Потому что есть два подхода. Первый это как раз такой внешний. Люди приходят к жрицам, к хвам, участвуют в разных праздниках, что-то делают, по кругу ходят, поют песни. Это всё замечательно, да? Но это не может пробудить этого недостаточно для пробуждения. Для этого нужна вот эта методика пробуждения. Как раз говорят медитация, да? И она крайне важна для тех, кто действительно хочет познать себя как божественное, познать себя как азмьесим, познать себя как бог или богиня. Без такой практики не произойдёт пробуждение. да, будущее веление, немножко что-то, ну, чуть-чуть где-то большее, может, что-то увидел, услышал, да? Но без вот такой системы, системы, это джапа медитация, мана джапа, и самоосвобождение, это основа, это тысячи лет, это практика именно тех, кто пробуждался, это ничего здесь выдумывало, нет, то есть она проверена тысячелетиями, это такая глубочайшая основа, потому она так важна. Именно храм Черномарра, я сказал бы, это ещё, у неё второе название, ретритный центр Адвайд и Сварга. Ого! Это место, место, не для того, чтобы как здание, где будут приходить, служить какие-то службы, нет, это место, как точка сборки Вселенной, куда придут те люди, которые уже всё, они всё отбросили, они хотят познать себя, они хотят быть на свободу, настоящую свободу, то есть такое внутреннее состояние, значит, слово есть такая мумокша, стремление к свободе, это зрелость души, и вот тогда это место как раз практика, 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 ещё раз практика. Но всё-таки слово медитация многие воспринимают не совсем это славянское, не совсем русское, это, как переводится, медиа, это же посредничество, середина, есть медиатор, то есть то, чем вызывает звук из струны, то, что находится в руке, это медиум, это тот, который получает информацию от кого-то невидимого от Бога или от Духа, или от кого-то ещё и передаёт людям. Медитация это из этого же разряда, причём здесь славянство и вот эти красивые слова, которые ты произнёс, когда описывал медитацию. медитация это не медиум, нет. Вообще-то то, что мы часто говорим за медитацией, это технические какие-то практики, то есть и вот так называют медитация, но это практика, это или концентрация на чём-то, это на тишине, на звуке, на свече, а сама медитация это состояние, это когда внутри у тебя проснулась некая вибрация и ты вдруг начаешь узнавать, что ты есть нечто другое, когда реально ты внутри этого тела произошла вот такое пробуждение. Вот это есть слово медитация настоящего значения, то есть человек практиковал, практиковал и вдруг это внутри у него проснулось. Поэтому неважно слово, да, слово они бывают разные слова, назови это умным деланием, можно сказать внутренним словлением, внутренним бассоединением, просто лучше использовать те слова, которые уже понятны, да, если кто-то практикует, он понимает о чём идёт разговор. И поэтому это наши слова, это не чужое слово. В конечном итоге весь санскрит это всё древний русский язык, скажем так. То есть он не первоначален, как заявляют многие индийские представители, да, это от древнего славяно-арийского, скажем, языка произошёл. Поэтому это наши слова. Ну, наверное, потому и ты делаешь такой упор в учениях своих, да, на медитацию. А дело в том, что без них, без этих практик, именно проверенных, не познаешь себя, не проснуться по-настоящему, не удастся проснуться. Это очень такой трудоёмкий процесс. Это труд, это труд каждый день, постоянно, постоянно, постоянно. Хорошо. Так, ну, что ещё тебе такого интересного спросить? А какие существуют практики медитирования, которые ты применяешь? Какие-то, может быть, там есть ли лучшие, может быть, какие-то хуже есть, меньше или больше различия в практиках? Какие практики можешь порекомендовать? Наверное, давай про это поговорим. Ну, я уже, ещё раз, уже назову их, это джапа-медитация, это когда мы произносим на чётках имена богов, она потом переходит в манас, то есть внутренняя, безмолвная, когда происходит внутри, и также ещё техника самоосвобождения. Это очень важно. Техника, всё описано на сайте, это мы лучше прочитать, если интересует момент познания себя, и именно действительно, когда вот внутри я хочу на свободу, я вот внутренняя мотивация к свободе, не к мимой какой-то, не к власти, не к деге, не что-то другое, поспомдное такое, вот это и на практике, они являются основой, это базис. Можно взять их на вооружение, и больше ничего не делать, и это приводит к пробуждению, просветлению. Но можно применять также дополнительные техники, они есть, которые усиливают уже эти состояния. Это когда уже человек вошёл как бы в эту основу, в нём ум стал спокоен, он перестал быть похож на пьяную обезьяну, и тогда мы можем приступить к некоторым усилениям, чтобы ещё более глубоко нырнуть в эту глубину, в своё подсознание и сверхсознание. Часто в эфирах у нас звучит такое слово «техника безопасности». Вот можно ли какими-то медитациями что-либо нехорошее сделать, к примеру, смерть, порчу какую-то или ещё что-то на человека наслать или на что-то ещё? Здесь даже не медитация как таковой, то есть мы уже определились в медитации, это состояние, но именно разными практиками можно навредить и себе, и окружающим, вплоть до того, что вообще потеряться в этой жизни чизопрения, очень много эзотериков, практиков, медитирующих, они попадают в такие состояния. из-за того, что просто отсутствует элементарное понимание техники безопасности. Она обязательно должна быть, это описано, они всегда подчёркиваются, поэтому, когда мы приступаем к серьёзным вещам, эти вещи очень серьёзные и небезопасные, лучше всегда всё-таки вначале прочитать, ознакомиться, и потом потихонечку уже получи благословения, начинать действовать. Скажи, пожалуйста, преображение физического тела в тело Бога, что это такое? А вот это очень интересный момент именно нашей сегодняшней, скажем, вообще вселенской ситуации. Это один из плодов храма Черномары, который, скажем, мы когда что-то делаем, мы ставим такую цель, плод, вот один из плодов таких минимальных, это преображение этого физического тела, тела Бога и Богини, не дожидаясь его разрушения. Благодаря накоплению сейчас энергии, общая вибрация всего окружающего пространства стала таковой, что мы можем сделать такой переход, мгновенный переход, это мы как бы просинёмся, вот сейчас мы в одном теле, здесь бах, мы просыпаемся, и обнаруживаем, что наше тело стало другим, и вообще говорят квантовый переход, есть такие слова, это именно уникальная вот сейчас ситуация во Вселенной, практически её, наверное, ещё не было никогда, всегда мы обычно, тело стареет, разрушается, мы с ним обыходим, происходит новая картинка, мы влипаем в эту картинку, и уже обнаруживаем себя таким маленьким, где-то там, в чреве матери своей будущей, а это именно такая мгновенная трансформация. Часто приходится слышать в различных религиях и учениях такое понятие, как бескорыстное любовное служение и благословение, вот скажи, пожалуйста, что это такое бескорыстное любовное служение и какова его важность вообще, что это такое, да, и благословение, что это такое? Это наша мотивация. Мы, когда начинаем что-то делать, мы всегда эгоистичны, ибо мы есть эго, мы всё, что представляем о себе, думаем о себе, это всё наше ложное представление, и вообще тело – это мысль о себе, такая застывшая мысль. Это всё не я. И наша мотивация, она всегда эгоистична. Лучше жить, гармоничнее, чтобы не было заболеваний, это нормально, это хорошо. Но по мере пробуждения мы, воссоединяясь с энергией, пробуждая себя как духовную сущность, мы всё более убираем эгоизм из своих действий. То есть наша мотивация становится такая бескорыстная, именно любовная. То есть у нас по сердцу всё больше и больше возгорается любовь. Она начинает возгораться, то есть боги любят нас. И когда мы им открываемся, наши сердца также начинают наполняться любовью. И тогда ради родов Всебога, ради этой великой семьи мы готовы пожертвовать всем. если это нет мотивации и если это отсутствует, мы будем становиться может быть чёрными колдунами, мощными такими, как чёрные маги или бесы. Мы можем творить вселенные, и это может быть управлять очень многим. Но мы будем далеки от духовности, далеки от пробождения, далеки от родов Всебога. Поэтому вот такое бескорыстное любовное служение важно в самом начале песта делать что-то для наших богов, делать для братьев, для сестёр. И следующий вопрос благословения. Почему так важно? Вот этот момент, когда если я закрыт, если я тёмен, мне нужен тогда источник света, чтобы он тоже вошёл в меня хоть немного. И тогда мои действия также наполнятся светом. И поэтому я ищу этот источник. Для меня источник, он уже внутри, это практика. Для меня источник богсловения, боги и богини. И дойдёт очень на глубине природы, как дух, он внутри живёт уже. Но если этого нет, потому что вспоминаю, я тоже далёк от этого. И тогда люди, которые внутри себя уже более пробудились, внутри себя обрели свет этот божественности. И когда я к ним обращаюсь, на меня также падает свет. И тогда все мои начинания, действия какие-то любое, оно обретает ещё более мощный такой порыв. Боже, благословение помогает мне, как в практиках, помогает в внешних каких-то действиях. Почему всегда, помнишь, как в волхвам шли, перед боем благословения, потому что тогда усиление, концентрация, внимания богов боги. И когда бог вымахал рукой, впереди мчалась матушка сова, как, знаешь, как победоносная. Вот так это происходит. Это очень было важно. Ты когда говорил про любовь, то как-то пахнул, знаешь, таким, бог любит вас, доверьтесь ему, отдайте всё, отдайте всё богу, или там какие-то, знаешь, находят люди с книжечками различными, вы знаете, что такое бог, а вот мы сейчас вам расскажем, про божью любовь. Вот что-то такое там мне это напомнило. А дело в том, что это всё очень похоже, ведь если взять систему, она везде одинаковая, только единственное, куда это потом ведёт, кто стоит за этой системой. Внешне возьми религию, она тоже как бы прекрасно всё говорит, но именно внутри та вибрация, та сущность, которая даёт эту картинку, её задача это не пробудить человека, а сожрать его. И поэтому внешне выглядит всё как бы одинаково, но внутри всё по-разному. Кто стоит за этим? Вот момент. Поэтому слова очень красивые могут быть, потому что недавно такого волхва, такая мощь, и всё, и слова, а энергия, смотришь, канал вниз, очень жёсткий канал вниз туда. как это произошло, вот я не знаю, да? И поэтому он говорит о наших богах, но канал идёт вниз, то есть идёт та сущность, она забирает и жрёт энергию души людей, которые начинают верить, идёт чётко на ЛП такое, программирование, и человек становится именно духовным рабом, он не пробуждается. Поэтому внешне может быть всё как бы одинаково, но в глубине всё по-разному. В общем, обёрточки одинаковые могут быть, да? Да, а содержание разное. Ну, ладно, хорошо. Вот иногда употребляется такое понятие божественное видение. Божественное видение – это что? Это божественное зрение, это божественное представление, представление о чём-то сверху или о мироздании. Давай-то расшифруй это понятие божественное видение. Что это такое? это одна из таких практик тоже вспомогательных, когда на основе славяно-арийского учения и на глубине как адвайты, как недовольственности мы понимаем, что вокруг меня есть только один Бог, всё божественное ротом всебога вокруг. И все люди, которые вокруг меня, по сути дела, внутри них также этот Бог, они играют разные роли для меня, проверяя состояние моего присутствия. Вот это состояние, так называемое, здесь, сейчас. Его ещё называется хаджа-сити. Именно не в прошлом, как обычно, в этом мысли, не в будущем, я думаю, что делать. Нет, прямо сейчас, здесь. И чем больше я пребываю здесь сейчас, как тот глубинный, тем более идёт и пробуждение. боги не испытывают это состояние, они приходят под разными личинами, ругают, кричат, ещё что-нибудь. И если я реагирую, я бы отреагирую как человек, да, но идёт реакция интересного человека, например, как я тело реагирую, или как некоторые ещё чувства, страсти, а внутри я хохочу, я понимаю, что это спектакль, который разыгрывается, чтобы меня в конечном итоге обмануть, показать, ну вот ты, какой ты, посмотри, если ты повёлся на это, повёлся, это как бокс, такой, знаешь, пропустил удар, вот, ну вот, получил, потом, вот как раз-то и здесь техника самосвобождения нужна, потом эту ситуацию, как мы говорим, прокачать, эту энергию вернуть, именно видеть вокруг себя как одно божественное проявление, то есть учиться этому так потихонечку. Ладно, хорошо, давай ещё одну музыкальную паузу сделаем и продолжим разбирать беседу. о тему. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Я напоминаю, что по одному из современных календарей 18 мая 2016 года среда, по одному из старинных 37-й день месяца пассивного речения 7524-го лета третейник. Родных и светлых темных богах мы говорим о Нобис главный соведущей. День Матери сырой земли сегодня по одному из старинных календариков отмечается, с чем я вас всех и поздравляю. И мы продолжаем общаться. Напоминаю, что ещё нас ждут серии вопросов, но пока ещё до вопросов не дошли, так разбираем тему, исходя из того, что до эфира так было набросано. Ладненько, вот ты сказал, что есть путь воина, но до этого мы с тобой говорили о любви. А как эти вообще взаимоисключающие понятия, они могут соединяться? Что между ними общего? Как воин может быть с любовью, а любовь может быть что, воинственной, что ли? Именно внешне в основном может выглядеть как разница, да, любовь и воин, то есть сражение, но на самом деле это всё воссоединяется и мы вначале идём по пути воина. Мы не можем не пройдя путь воина пойти по пути любви, невозможно это, потому что путь любви это высочайший уровень, когда ты уже становишься этой любовью, когда ты не просто думаешь, что ты кого-то любишь, ещё что-то, потому я говорю лжец тот, кто говорит, что он любит Бога, он лжёт или лжёт по-настоящему, или самообманывая, или просто обманывая других ради каких-то корыстных целей, потому что пока мы не пробудились, нет нас этой божественной любви, любви нет её, она отсутствует. Есть некоторые мы зачатки той, и поэтому мы идём по пути воина, путь воина это очень великий путь, это путь именно больше даже духовной брани, именно здесь я больше говорю об этой, когда мы на уровне Духа трансформируем все свои помрачения ума, так называемых бесов, ляр, чужеродные паразитические эгрегоры, и когда мы по нему идём, мы всё более пробуждаемся, и всё больше мы становимся любовью. И финал этого всего — любовь, воссоединение с богами и богинями родов Всебога, со всем родов Всебога, узнавание себя всем этим великим сознанием. Видишь, здесь тогда всё, всё очень ровно, чётко и понятно, никаких противоречий. Если ещё понимать, что такое слово «любовь» на самом деле, то мы поймём, что любовь — это не то, что сейчас показывают по телевизорам, это не то, что сейчас в журналах часто печатают, показывая голые задницы или что-то там ещё, призывая заняться любовью, или как там пел, сползает по крыше старик козлодой. Любовь — это всё-таки не случка собачьей под забором. Любовь — это когда люди всё-таки божественности или богов ведают, и вот отсюда идёт любовь, поэтому никак это с похотью связано быть не может. А раз любовь — это более высокое что-то, то она относится не только к тантрической связи между разными полами, между мужем и женой, супругом и супругой, но это ещё может распространяться на детей, на родственников, и в том числе и на врагов, которые к тебе пришли. Потому что нужно же не просто так их побить, покарать как-то, а нужно это сделать с любовью правильно. Потому что если ты ведаешь, что делаешь, тогда и будет тебе победа. А если ты просто так машешь, не пойми чем, железяка какой-то, ну, в этом случае получишь аналогично с железякой в жбан, и всё и закончится. Поэтому вот любовь и воинство — это взаимосвязанные вполне вещи. Хорошо. А с чего начинается этот путь, есть ли у неё точка начала? Как ты думаешь, точка назначения? Точка начала и точка назначения, куда надо прийти? Начало — когда мы берём в руки духовный меч, это, можно сказать, чётки, и начинаем на чётках произносить, воспевать имена богов, читать так называемые мантры, не важно, как это назвать, да? Это начало, это начало нашего духовного такого становления, духовной брани, и когда мы в это погружаемся, мы более мощно сталкиваемся со своим подсознанием, из него такое начинает вылазить, это реальные битвы на тонком уровне, это очень интересные вещи, и они бывают очень жуткие, потому что есть светы, так называемые ретриты, есть тёмные, когда в темноте, и оттуда столько начинает вылазить своё подсознание, но ты видишь это как внешне, они проявляются как внешне, поэтому это воинство, действительно становление себя таким кремнем, да, сталью внутренней, стержем осознавания, хамрити, ну а к чему придём, как мы уже говорили, это всё, ты становишься любовью, ты становишься солнцем, да, ты становишься богом, богиней, вот так. хорошо, хорошо, так, ладно, ну с чего начинается этот путь, ты уже так кратко сказал, но можешь ещё разок как-то прояснить. Ну это когда ты начинаешь практику пробуждения. Ну подожди, практику пробуждения без осознания, для начала нужно что-то осознать, а потом уже заниматься практикой, то есть, давай так, решил человек построить дом, что он сразу хватается за кирпичи, хватается за цемент, за мастерок, и начинает что-то там класть, или всё-таки сначала у него рождается какой-то план, он имеет какое-то представление, или до этого он осознаёт, что ему необходим дом построить, или вообще он осознаёт о том, что он человек, и потом уже необходимо дом построить, а потом уже понимать, какой дом, потом уже строить, а ты уже сразу начал с того, что ну давайте строим дом. Мы говорили, с чего начинается быть воина, да, до этого это ознакомление, ну как попалась какая-то книга, он её прочитал, он услышал какую-то лекцию, он что-то ещё где-то услышал, он получил вот эту информацию, и внутри у него начинается зарождаться пробуждение. Вдруг он в какой-то момент говорит, мне этого мало, мне мало книг, потому что я понимаю, что в книгах он никогда не найдёт истину, никогда не найдёт правду, нет там этого, потому что это всё искажение. Он не найдёт нигде вовне той истины. Он понимает, что истину надо искать только внутри себя. И тогда он начинает делать этот шаг к практике пробуждения. Вначале полусознательно, он много не понимает, по себе, по своему опыту, ну вот делаешь так, надо, да, делаешь, зачем, вот надо так, да, вот вроде бы пробуди, когда-нибудь получишь плод, да, и ты делаешь, делаешь, это было очень интересно, наблюдать, особенно сейчас вспоминая, как это всё было. А потом это всё потихонечку приходит осознанность, не сразу, всё больше ты приходишь к пониманию важности всего этого, ценностей. И как это здорово потом, и ты начинаешь жить этим. Вот так процесс начинается, именно как ты делаешь первый шаг к пробуждению. Может быть, с этого начинается, вот, он был ещё не совсем, вот ты правильно говоришь, что не совсем ещё осознанный, но это уже шаг, это уже шаг, он уже вступил на путь. Только потом начинает просыпаться, как воин, всё более мощное, крепкое такое, могущественное. Понятно, но вот ты вначале говорил, что путь воина ты прошёл, что значит для тебя идти путём воина, что для тебя означает путь воина, какой твой жизненный опыт, какие перемены они принесли в твою жизнь, и ведь, давай так, ты представляешься везде, как служитель храма. А служитель храма всё-таки, в первую очередь, это не воины, это уже следующий этап развития человека. Причём здесь путь воина и служитель храма. Давай как-то так вот проясни нашим радиослушателям. Я не знаю, что значит служитель, я говорю, что я жрец. А что же, если, ну, жрец, хорошо. А жрец, жрец, что такое? Храм Черномары, азмесь храм Черномары, азмесь Мара, азмесь Черномары, всё слито воедино, точка пространства, точка сборки Вселенной. Снова убираем двостенность, идём глубже, идём на уровень духа. И там это всё воссоединяется. И это всё, путь воина. Я иду по пути воина, его ничего не прошёл. Можно сказать, хотя у меня практика более 20 лет, такое ощущение, что только где-то в самом начале этого пути впереди ещё такой, когда смотришь, чем дальше идёшь, тем видишь, что такая глубина, бездна, бездна, это громадная брань. Ещё столько боёв предстоит. Ну, слово «служитель» я не просто так произнёс. Служить не означает быть рабом. Служить и служак – это немножко разные вещи. Вот есть современное понятие «служить», а есть древнее понятие «служить». Я же говорил про то, что жрец – это так или иначе служитель, это тот, кто соединён вместе, это тот, который свою жизнь посвящает. Вот что имелось в виду слово «служение». Но служение и жизнь в храм человека-жреца всё-таки оно отличается от воинского пути. Воинский путь – это, на мой взгляд, до того, когда человек становится жрецом. Жрец – это всё-таки уже немножко другое. Здесь имеется… Я понял, понял, да. Это путь воинно-духовного жрецаства. А этот имел к шатре, до него это понятно, да. То есть здесь внешнее. Вот мы как люди, у нас здесь… Мы можем быть ремесленниками, рабочими шутрами, может быть торговцами вашими. Потом усеющий уровень воин к шатре, и потом уже уровень жрецаства или брахманизма, или волх-волк. Но в данном случае, когда я говорю о пути воина, это имеется в виду духовная броня. У себя подчёркиваю, это броня духовная. То есть жрец, волк – это воины духа. Именно здесь говорится о духовном пути, именно пути на духовность. Понятно, понял тебя. То есть, будучи жрецом, ты духовным воином всё равно остаёшься. Без этого невозможно. Ясно. Что такое осознанность, о которой говорят многие мастера? Доступна ли она обычному человеку и зачем она нужна? Осознанность ведь каждый понимает по-своему. Кто-то не выпил сегодня и находится в осознанном состоянии. А кто-то говорит, если не выпью, то осознанно не буду. А кто-то говорит, нет, осознанность вообще к алкоголю не имеет никакого отношения, это вообще трезвый образ жизни постоянно. Это осознанность. А ты говоришь осознанность вообще другого уровня, более высокого. Давай разберём вот это. Что же такое осознанность и доступна ли она обычному человеку в твоём представлении? Обычному человеку нет. Можно сказать, у меня даже в этой осознанности нет той, которой бы хотелось. Есть проблески осознанности. Осознанность — это когда ты пребываешь полностью здесь сейчас, когда ты пробуждён. Вот, может быть, такой пример будет более понятен, когда сновидение, ты вдруг понимаешь, что сейчас идёт сон. Есть ты как тело, в котором может что-то делает, куда-то бежит, какие-то заботы, и ты вдруг просыпаешься, ты говоришь, что это сон. Ты говоришь, что слушайте, это всё ерунда. Зачем мне когда-то торопиться, ещё что-то. Но тогда ты можешь делать любые вещи. И сквозь стену проходить. Так это очень интересно, поначалу особенно. Ну, естественно, полетать, но уже осознанно. Вот именно ты там проснулся во сне. Вот так же можно проснуться и вот в этой реальности. То есть есть тело, есть ты как уже ощущение себя, узнавание себя. Ты как пробуждённый, как некое то другое существо, божественное. Это есть осознанность, это ключ ко всему. Это центр, это основа. Ещё, говорю, можно приметь термин Сахажа Сити. Пребывание здесь сейчас. Вообще, Бадвайти и Данти, это великое учение. Это учение именно славяно-риское, глубочайшее, ведическое. Это ключ всего. Это осознанность. И вся практика, вот она также сводится к тому, что ты всё более и более просыпаешься, то есть осознаёшь себя. То есть осознанность себя, это значит войти в ощущение этого духа. Азмь есть этот дух. Азмь есть Бог. Ну это так, можем договориться, что надо вообще выйти из этого тела, и тогда у тебя будет осознанность, если уж так вот по-большому. Мы не говорим сейчас из этого тела выходить, когда мы практикуем. Почему нужна именно практика, глубочайше только в таких эритритных центрах, потому что состояние пребывания в недвозственности, когда мы выйдем на уровень, так называемой, нервы кальпы, самадхи, там, где нет вообще никаких форм, в этот момент тело, оно вообще как-то может лежать. И если рядом будут, например, люди, которые этого не понимают, вызовут скорую, ничего доброго не будет. Поэтому это очень мощные практики. И ты на время узнаешь себя тем пространством бесконечным, бесконечным осознаванием, бесконечной любовью, по-настоящему узнаешь, ты ходишь в это состояние. А потом ты снова в этом теле. Ты действуешь. Только действуешь уже не как биомашина. Ведь мы, по сути дела, действуем под кармическим каким-то воздействием. Вот определенные законы, правила, еще называют имплимты, да, это называют еще вассаны, санскары, загрязнение. Вот это заставляет так бежать. И человек, он, по сути дела, хоть он внешне кажется живой, но он не живой. Я вспоминаю вот это тело, когда оно тоже бегало, куда-то стремилось. Могу ли я сказать, что оно было живым? Может быть, внешнее, да, но внутри оно было полностью мертвым. И только когда внутри зарождается дух, вот тогда все меняется. Тогда ты начинаешь по-настоящему жить, потому что ты начинаешь тогда жить. Ты начинаешь уже двигать этим телом, направлять его. И вся вселенная начинает тогда сдвигаться. Постарайтесь вот это схватить, постарайтесь вот пустить себе вот эту глубину. Войдите в это. попробуйте подразиться всем этим пространством, потому что в этом выход на свободу. Ну да, как-то один рассказывал, говорит, вот как-то пошел я погулять в столовидениях, просыпаюсь, а уже в гробу. Решили, что я мертвый. Вот так и умер. Ну ладно, ладно, давай дальше, давай дальше смотреть по нашей теме. Ты иногда говоришь о себе в третьем лице. Можешь пояснить, почему? Это как-то напоминает, помнишь, властелин кольца «Моя прелесть». Там был такой персонаж, который о себе говорил тоже так иногда. Не совсем как о себе. Это тоже одна из таких практик, напоминаний, что я не есть это тело. Если, ведь по сути дело, когда сейчас вот это тело что-то произносит, говорит, ведь это говорит тело, а я не есть это тело. И поэтому я могу сказать, это оно безговорит, да? Но как тело, как некая составляющая чувств, страстей. А я тот другой наблюдатель за всем происходящим. И поэтому вот такая практика напоминает саму себе, что ты есть духовное существо. И она не дает, особенно в начале тебе забыться, потеряться. Бах, и ты снова влепился в ситуацию, кто-то на ногу наступил, и ты так медитировал, да это был. Вот, я уже такой. И вдруг наступили на ногу. Здесь злоба, ненависть, и думаю, что-то в роже дам. Это часто такое происходит. А когда так напоминаешь, а вот только внутри смех возникает. такой чистый, открытый, ну, наступили на тело, ну, а что тебе до него, да? Почему так реагируешь? Вот даже такое напоминание постоянно уже формирует внутри вот другое сознание. Это одна из практик. Ну, хорошо, хорошо. Давай поговорим, наверное, если мы о теле уже так разговор подняли, тогда поговорим о болезнях. Вообще, болезни, что это такое? Ведь существуют болезни физические, со временем медицины они описаны, есть болезни душевные, духовные, и какие способы исцеления? Кто-то там таблетки предлагает, кто-то медитация релаксации, кто-то гипноз, ну, много всяких вариантов и подходов. Что ты скажешь о болезнях и о способах исцеления от них? Все болезни они, это уже много раз говорят, идут из головы, то есть из нашего духа, из души. Искажения души, когда происходят, происходит потом искажение на эфирном теле, это передается на физическое тело. Поэтому все заболевания, это, по сути дела, помощь нам. это помощь для того, чтобы нас подтолкнуть к пробуждению. И вот кто уже серьезно практикует, он даже никогда не говорит, что он болеет. Он говорит, я ощущаюсь. И особенно, когда начинаешь очень много практиковать, такие ощущения, это как постоянный сопровождающийся такой компонент, да, бах, тело поднимается, температура, потеешь, лежишь, это было очень интересно наблюдать, как это происходило, и сейчас происходит. И с одной стороны тело ноет, оно недовольно, а с другой внутри понимаешь, что потом будет классно, то есть после таких очищений ты выходишь немного на другой уровень, какие-то новые откровения, новые осознавания. Вот так получается, то есть нет тогда болезни, а есть очищение. И в итоге у тебя все гармонизируется, у тебя гармонизируются тонкие тела, у тебя гармонизируется физическое тело, вот потому что когда чем больше света, энергии, родовости Бога входит в нашу жизнь, все обязательно должно гармонизироваться. И это такой обязательный закон, потому кто начинает практиковать, у вас должны обязательно быть улучшения. улучшения как внешнего окружения, так и внутреннего состояния. Тело, оно временами может вот так вот очищаться. Но это что значит? Это ускоренный процесс очищения от негативной кармы. Это на самом деле очень здорово, полезно. Вместо того, чтобы где-то переехал трамвай, ну полежишь три дня температуры. это все-таки намного лучше. Или какое-то увечье, или какое-то еще очень жесткое заболевание. И поэтому такие ощущения по телу необходимы. Но плоды после этого всегда появляются, и они обязаны быть. Поэтому если ваша практика верна, то жизнь ваша день от дня все краще, краше и лучше. Это закон. Это именно закон. и если вы делаете все верно, это обязательно входит в вашу жизнь. Это подтверждено не только жизнью, скажем, моего тела, но даже тех людей, кто рядом со мной притекует. Хорошо. Вначале несколько раз ты сказал лжехристианство употребил, но если лже, значит должно быть и не лже, по идее. Ты что-то имел в виду, когда говорил слово лжехристианство? То есть, может быть, у тебя есть какая-то своя версия, ну, например, Иешуа Христе или ком-то еще, откуда все это пошло, да, как-то, наверное, проясним этот вопрос. Да, это вопрос тоже очень важно для себя как бы выяснить, прояснить, потому что очень много людей, именно славян, аребх, они находятся под воздействием христианства, но и риту христианства, которое сейчас мы имеем, или тот канал, который куда идет, это не то, что давал Иеша Христос. Он пришел, это вообще аватар Ганеши, Ганеши это сын Шивы и Дурги, то есть это его воплощение, такое аватар, это воин, поэтому есть разные версии, там, тысячи лет назад, тысячи лет забрали, да, вот поменка, мы не будем на это сейчас смотреть, смотреть будем именно на уровне вибрации Духа, то есть это канал пробуждения, и он эту линию пробуждения дал, дал через именно такого пути монашества, еще есть слово сихазм, и именно жрецы волхвы, они усиливали это все, эту систему, эту систему пробуждения, именно они не дали поработить Дух, а к нам же уже на Русь пришла византийская модель управления, которая была официально разрешена в 3000, какого 14, не ли, 3025, кажется, году, вот нашей эры, то есть увидев, что эта модель очень полезна, людей держит в рабстве, потому что там так и написано, поклоняйся своим, подчиняйся, раб, подчиняйся рабовладельцу, то есть духовное порабощение, так и физическое, и эта модель очень удобна для пробителей, и поэтому сюда и пытались наложить уже привилезли эту уже модель, то есть того, чтобы уничтожить нас, но благодаря как раз вот этой системе пробуждения, системе, 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 которая дали волхвы и жрецы, этого не случилось. Поэтому именно есть в каждой вот этой называемой религии есть еще такой лучик пробужденности, поэтому есть попы, вот эта поповщина, и есть именно те, кто вошел в эту систему и изнутри ее разрушает, не дает этому мраку полностью уничтожить нас. Но сейчас идет вообще процесс разрушения, все эти так называемые официальные церкви рушатся, все эти системы уничтожаются, так что рассвет, рассвет вовсю проявляет себя. Такие штирлицы сидят в штабах вражеских и разрушают изнутри России. А это духовные войны, это духовные войны, это есть как раз истинные именно представители рода Всебога. А не важно, что он внешне надел иначе как войти еще. Тогда в то время скажи что-то не так, убивали, сжигали. Это же было жесточайшее. Любое инакомыслие, все, тот же огонь или языки вырывали, или живьем сжигали. Это факты известные. Миллионы людей так уничтожили. Именно это уже духовная религия уничтожает физически массово. Это именно такая фашистская организация. Поэтому здесь надо различать. Есть Ешо и линия пробужденных, и есть это поповщина. Внешне все эти организации подробные, да. Хотя то же самое, кого называют Иисус Христос, он говорил, что пришел только к погибшим овцам дома Израилева, и к другим народам никакого отношения не имеет. И даже когда говорят, но он же потом говорил, идите в народы разные, стоп, он сказал, что я пришел к погибшим овцам дома Израиля, там 12 колен, 12 различных народов, 12 различных родов, к ним уже имелось в виду, или каждый раз он должен говорить, я пришел к погибшим овцам Израиля, поэтому идите туда-то, я пришел к погибшим овцам Израиля, поэтому делайте вот это. Мне он один раз это сказал, я поэтому не всегда согласен с тем, что мы пророков из разных, вернее, для разных родов все-таки как-то связываем с какими-то другими пророками. Да, они чем-то похожи, но их миссии уникальны. Этот пришел к индусам, этот пришел к тем-то, этот пришел к желтым, этот пришел к серым, этот пришел к коричневым, к зеленоглазым и так далее, кому только не приходили. С одной стороны, да, посланцы, но с другой стороны, это чисто своя направленность, поэтому я как-то не берусь, не берусь вот так, как ты смело говоришь, что вот это связано, это с одно с другим. Ну ладно, давай сейчас мы приемлемо на музыкальную паузу, и потом уже пора нам все-таки честь знать и на вопросики поотвечать. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаем, что по одному из современных календарей 18 мая 2016 года по одному из старинных 37-й день месяца посева на речении 7524 лет и третейник родных светлых темных богах мы говорим в сегодняшней передаче. Главное сведущий Анубис. Я поздравляю тех, кто отмечает День Матери Сырой Земли. И продолжаем наш эфир и переходим к ответам на вопросы. Тут был вопрос... Сейчас, секундочку. Тут был вопрос такой, а коричневый это кому? Так вот, коричневый это те, кто не пахнет шоколадом, и коричневый. Да, пожалуйста, включайся. Я немного, чуть-чуть о продолжении то, что ты сказал, да? Вот именно абсолютно это будет верно, если мы рассматриваем мир вот такой линейности. Было событие тысячу лет или две тысячи лет назад, тогда всё вот точно. Потому вот именно со стороны недвойственности ты принимаешь любую точку зрения. И то верно, и так верно. Если ты рассматриваешь только со стороны вибрации, именно как некого сознания, которое заключено в этом теле, и всё вокруг тебя проявление твоего же ума, тогда картина полностью меняется. Тогда нет их и нет тебя. Есть одно великое Я. И вот тогда вся игра становится другая. Всё по-другому. Тогда ты видишь всех вокруг себя проявления, все наши куда-то приходящие и боги там и там проявляются в разных народах, но это все наши оказываются. Вот в чём дело. Понимаешь, вот здесь разница обозрения двойственной и недвойственности. Поэтому то, что я сказал, абсолютно верно, но если мы рассматриваем вот такую более линейность. Я тебя понимаю, с этим я согласен, только в том случае, про который ты говоришь, игра уже закончена будет. Потому что ты станешь всем, а сам с собой играть это как-то не то. Играть надо всегда с кем-то. Вот когда есть у тебя или противник, или партнёр, или кто-то ещё, вот с ним можно поиграть. А самим собой, ну это то же самое как шахматы, сесть и самим собой играть. Сыграл за белых, теперь ход за чёрных сделай. Это будет как-то ну комично как минимум смотреться. Вот тогда-то, поэтому мы создали этот абсолют множество. Вот, вот, вот. А до тех пор... И поэтому есть понимание и то, да, есть понимание это, играешь и в ту, и ту, и в разные игры одновременно. И потом, с одной стороны, ты кайфуешь всё время, с другой стороны, ты проявляешь как бы гнев, и жернова, и всё. Но это всё уже принимает всё более игровой контекст. Да, конечно. Я просто к тому, что, я так говорю, с той точки зрения, что игра продолжается. Есть вот игроки на нашей поляне разные. И для того, чтобы корректировочка происходила для этих игроков, приходят посланцы. Понятно, что с одной стороны они там где-то связаны между собой. Но если мы туда залезем, мы ставим имя или на их уровень, то в случае игра для нас прекратится. А если, может, вообще сольёмся со всем, то тогда о какой вообще игре даже в проекции может быть речь. Так что, вот я с этой точки зрения говорил, мы сейчас находимся, где находимся. У нас есть определённая задача для каждого из нас, что-либо сделать на земле. Есть партнёры, есть недругие, есть даже враги, ну и так далее. Из-за этого я сейчас схожу. А так вообще да. Так вообще да. Сергей, сын Леонидов, задал вопрос в эфир. Получается, славите Чернобога и Мару, а как с другими богами обходите славлением стороной? Почему уклон в сторону Чернобога? Ну, мы уже ответили, ты можешь просто коротенько что-то дополнить, потому что вопросы, напомню, принимались с самого начала, многие ответы уже были даны. Но если есть что ответить, то отвечаем. Да, я снова раз подчеркну, то есть славление всех богов славим, всех безречения. Но ближе к нам, роднее, те, кто вот внутреннее, как мотивация, внутреннее твоё состояние. Вот в большой семье всегда кому-то это тянется к одному, к двум, к другим. То есть они к тебе ближе по духу. И кто тебе ближе по духу, по состоянию сознания, по душевным качествам. Тех ты ближе принимаешь. Но славишь, притомь, почитаешь всех. Поэтому вот здесь нет развлечений. Я ещё раз подчеркну, это под... Понятно. Аркуинон, вопрос в эфир. Анубис, это имя было дано тебе при имя наречении? А это очень интересно происходило. Я уже немножко говорил тоже в начале, когда соприкоснулся в начале с этой энергией Анубиса. Это в магазине эзотерическом в руки взял Морти и прошла эта энергия Морти Анубиса. И потом как происходило узнавание, как она энергия ходила, приближалась. И два года назад была окончательная эта вибрация как бы утвердилась. Но эта вибрация не просто как Анубис, как нет разделения, снова греческий, ой, египетский бог. Это как и Родогост, это как и Семаргл. Это именно страж смерти, это функциональная стража смерти. То есть это, в первую очередь, не история или летопись, это именно вибрационность. Хорошо, хорошо. Вопрос эфир от Светланы. Разве умом можно Бога постигнуть? Умом нельзя. А мы говорили, что как раз-то ум и препятствует, он не даёт, он сделает всё возможное, чтобы они пробудились. Потому что ум занял господствующее положение, он занял трон. А мы ему, как духовное общество, служим, мы заботимся о нём, бегаем, выполняем его прихоти. И помню, когда мне пришло это сознание, у меня было такое глубочайшее возмущение, что у меня ум держался какого-то лоха. Реально, я говорю, я был так возмущен, я говорю, хватит, твоя власть закончилась, теперь я буду занимать своё положение на троне. А ты есть просто определённое средство для движения, можно сравнить, как лошадь, а вы должны сидеть в колеснице и управлять им, а не наоборот. Вот эта беда, которую ты рассказываешь, она часто встречается, когда общаешься, когда я общаюсь с людьми, разными, с группами людей, то замечаю, там или родовой канал куда-то в сторону отведён, или вообще прерван, или куда-то там подключение вместо родового что-то, не пойми, подключилось, или управляет вот этот биоробот животное начало, а не высшее я, то есть не истинный человек. И вот там как раз на занятиях очень часто происходят такие открывания. Ух ты, говорит, человек, как это интересно, оказывается. Тело – это не я, оказывается. Вот то, что сейчас рассказал, это факт повсеместный, но видишь, ты до этого дошёл, а многие люди до этого не доходят. Молодец. Всему своё время, всему своё время. Мы сейчас на пробуждении, сейчас массово происходит пробуждение родовой памяти. Да-да-да. С каждым внём всё больше пробуждающихся, всё больше, которые принимают наши богов, богини. Наше время сейчас, наше время, запомните. Всё. То есть, это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. Я, Гриша, написал вопрос, а морок разве не от Чернобога? Морок, она называет та некая бесовская сила, да, чтобы было понятно, которая затуманивает сознание. Поэтому можно сказать, что это не совсем от Чернобога, да? Это больше от нашего ума, порождение ума. Это как бесы, ляробы, это сущности иного характера. Вот так вот это. То есть, это то, что даёт забвение. Я понял. Хорошо, Ингварь, вопрос в эфир. А имеет ли Мара какое-то отношение к тёмным изначальным мирам? Я уже тоже говорил, что Мара это есть один аспект как Личности, как владычица смерти, которая встречает души. Есть аспект, это как великая сверкающая черноты, пустоты. Есть такое понятие, можете, а то на буддизме очень хорошо написано. Из него протекает все Вселенные. Ма, повторю, мать, раз, бед. Из этой величайшей пустоты, черноты, сверкающей, переливающейся возникает в этот мир. Поэтому такой, как её тёмный, можно сказать, аспект, как рождение всего светлого прияма. Ну да, вот ты приводишь пример мать Ра. А ведь на самом деле для того, чтобы увидеть Зарю, надо находиться сначала во мраке. Заря не может в полдень появиться. Заря появляется на рассвете или наоборот вечером она видна, когда уже темнеет и тогда видна, когда есть контраст переходный промежуток. Если бы не было мрака, не было ночи, не было темноты, то в этом случае и Зари не было. Не было бы того самого Ра. Ра, оно не могло появиться на свете. Ра, оно уже светом стало, но откуда оно пришло? Вот это, конечно, надо понимать. И вот эти ассоциации, они не лишены здравого смысла. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, брат Анубис, как прокомментируешь отрывок из Велесовой книги? Так, Израиль, почитая богов, мы должны сотворять требу, и треба это будет между нами и ими. Ни Мару, ни Морока мы не должны славить, ибо те дивы суть наше счастье, а наши деды на небесах. Благодарю. Ну, может быть, здесь как раз нужно комментировать многие искажения, ведь в каждой книге есть только часть истины. И поэтому для определенных части людей, здесь вот один или бог был, он говорил, что они Мару не славят, они ее почитают, ибо если они начнут ее славить, будет такой приход энергии, что просто крышу снесет. Поэтому именно путь богов темных это путь более жесткий, это жесткие вибрации, это путь воинства, в который действительно жизнь готов положить, он все, для него это главное, это он как скала встал и двигается. Поэтому может быть именно такое описание, как предупреждение для людей, которые живут просто мирской жизнью, что для них эти вибрации могут быть очень опасны и может действительно сорвать, как говорили мы, крышу, да, то есть плод до разных одержимости и состояния. А так, дам такую интерпретацию. Хорошо. Вопрос от Вячеслава. В чем отличие двойственности от адвайственности, если я правильно услышал это слово? Адвайта. Адвайта, то есть недвойственность, двайта, два, двойственность, а адвайта это недвойственность. Именно отличие в том, что в двойственности мы разделяем. Есть я, есть другие, есть боги, было прошлое, есть будущее. В недвойственности это сливается воедино, это как некая точка. В этой точке вся вселенная и вся вселенная в этой точке. То есть все формы, все имена, они также в этом едином, как мы говорим, омсе боги. Это вот все как бы есть и этого всего нет. Это совсем другой взгляд, эти вещи, очень противоположные. Вот так можно, потому что это, ну скажем, объяснить в словах это одно, но проникнуться этим, это совсем другое. Ну да. Ясно. И, говоришь, следующий вопрос в эфир. Много ли приходят в храм, многим ли созвучны именно эти боги? Не так много, как хотелось бы. именно не так много приходят, но вот для меня важны даже не те, кто приходит, да, а важны, кто приступает к практике, кто практикует, кто стал на путь пробуждения. Повторю, мне не интересуют последователей, я не собираюсь проводить, как волхвы проводят вот такие большие праздники, ритуалы. Это немножко другое. Храм Черномары повторяется более как ретритный центр адвайты. Это для тех, кто уже прошел определенный путь, он уже испытал многие состояния, и он стал на финишную прямую. Все, вот, вот здесь и конечный плод, это пробуждение. Именно вот этот аспект. И потихонечку, да, потихонечку все больше и больше таких людей проявляется. Но это зависит ведь не от меня, это Мара Чернобог приводит храм Черномары. Но также это зависит от всеобщего пробуждения. Так что день это дня мы набираем силу. Мы все вместе набираем, понимаете, мы все вместе, мы едины, мы все пробуждаемся. Хорошо, от Сергея вопрос, а без храма можно обойтись или именно нужна привязка по местности? Для меня нет. если я хочу реализовать, то без храма я это не реализую. И мой храм это не просто здание, которое будет стоять, это точка сборки во Вселенной есть такое понятие энергии. И в этой точке будет накапливаться высочайшая энергия. Такая вибрация, что будет желание даже убежать оттуда. Это тоже есть описание. Но главное выдержать, выстоять. И в какой-то момент произойдет вспышка. Это всегда мгновенно. И ты узнал себя, по-настоящему узнал. Тогда, конечно, очень много смеха, когда ты узнаешь себя. Так трудился, так пыхтел. Оказывается, вообще, вот как дыхание. Но до этой легкости нужно потрудиться, получать такой парадокс. Поэтому без храма Черномар лично для меня, это я, все это, это мое, без него я не реализую, я не узнаю себя, я не превразую свое тело в тело Бога, я не познаю себя как здесь. письмо. Именно и кто связал свою жизнь с храмом Черномары, для них это все, это Мара, Черномог, это все боги и богини родом Всебога. Это все единый такой центр, единая как точка во пространстве, во Вселенной. Понятно. Виталий, следующий вопрос, на основе чего объединяться? Я себя дополню. Очень сейчас многие говорят, давайте объединяться, давайте объединяться. вот вопрос на основе чего или вокруг чего или как? Давай ответим на этот вопрос. А здесь объединение будет по-разному просидеть, обратно есть разные уровни, есть внешний уровень. Внешний уровень это будет назовем его великий князь или лыцарь, вокруг которого соберется воинство, которое скажем внешним уровнем будет разрушать всю эту систему. это внешнее проявление. Есть более глубинное, внутреннее. И мы уже там воссоединены, мы уже представляем единый рот у всех Бога. И когда каждый нас пробуждается, все меньше будет противоречий, пытаться критиковать, а желание еще более воссоединиться, еще более усилить проникновение Богов-богинь в нашу реальность. Вот что, это объединение на то, чтобы проснуться, пробудиться, преобразовать эту действительность, которую мы имеем. Вот это объединение. Хорошо. Вопросы от Вячеслава. Первый вопрос. Почему вы называете себя Анубисом? Ведь, как известно, это египетский бог, а также почему вы выбрали свою фамилию Чернобогов? И откуда появилась идея смешать славянскую, индуистскую и египетскую мифологию? На первую часть ты уже дважды ответил, а на вторую давайте откуда появилась идея смешать славянскую, индуистскую и египетскую мифологию? Для меня нет этого различия. Я вообще не принадлежу никакой мифологии. Для меня нет какой-то летописи. Я говорю, что прошлое так же многообразно, как и будущее. Нет какого-то определенного прошлого, нет также определенного будущего. Есть только здесь сейчас. И реально только то, что здесь сейчас, прямо сейчас с вами вместе. Вот это и есть реальность. Все остальное это оно может быть проявлено так или иначе. И отсюда нет разделения на Египет, на Индию, на Грецию, на Скандинавию. Это все единые наши боги под разными именами. Вы всегда помните Чернобог тысячеликий. Он проявлен в тысячелицах. даже более под разными именами. Это все вибрации. Все это вибрации. То есть я воспринимаю мир вибрационно. Я живу в этой вибрации. Этой вибрацией мы являемся этой вибрацией. Мы не есть это тело в комнате. И вот тогда на том уровне нет этих различий. Вот так верно. Хорошо. Виталий, вопрос эфир. Если у бога или богов нету он или они теряют или теряет свою силу? Это обратно же надо подходить изнутренне. Если человек говорит у него нет богов, в его вселенной не будет никаких богов. У него будут тогда одни эти бесы, лярвы, которые будут в Угрессе есть. А когда он начнет просыпаться, он поймет, что есть и боги, богини. Тогда он их прочувствует, они проявятся. Здесь вот я хотел бы, чтобы все было с позиции именно недовольственности. То, что есть единое поле, единое сознание. В этом сознании множество разобрасных вселенных. И у каждого человека это своя вселенная. Именно каждый человек представляет собой всю вселенную. И поэтому каждый человек движется в какую-то свою сторону. Каждый получит то, что он сейчас варберут. Прямо сейчас мы формируем именно кто находится в храме Черномары свои будущие тела, тела богов боги. А кто-то формирует например тело жителя ада. Он совершает всякие гнусные действия. И он живет как человек уже, но уже на тонком плане даже посмотреть, у него вокруг него уже тело представителя адской планеты. И он туда благополучно отправится. это его выбор. Он может такой опыт он хочет получить. Это мы формируем, как сегодняшний день, как и завтрашний. Это есть как раз сотворец бога. Мы формируем свою реальность. Ты знаешь, мне напоминают одну такую сказку, когда древние боги стали жаловаться на то, что люди стали забывать, и в конечном итоге они исчезли. Вот наверное на этой основе Виталий задавал вопрос. Я хочу наверное от себя тоже добавить. Боги никогда не могут потерять энергию только от того, что люди перестанут к ним обращаться или не будут их поддерживать. Люди не очень мощны для этого, даже как батарейки. Здесь все намного проще. Просто человек меньше будет получать в обратную сторону, если меньше будет поддерживать богов, потому что мысли человека связывают его с богами, и в этом случае происходит та взаимосвязь, без которой его жизнь становится бесполезной, бестолковой. А вот с взаимосвязью все хорошо и замечательно. Поэтому не надо думать о себе очень величественно, но нельзя себе ни в коей мере принижать, потому что мы все-таки есть потомки богов и азы, должны им быть соответствовать. Поэтому вот как-то так надо найти ту золотую середину, чтобы находясь в телах земных, не возвеличивать эти тела, но быть великим в этих телах. Давай дальше. Я, Гриша, задал вопрос следующий. Я думаю, что каждый из богов обеспечивает определенные возможности, и человек волен обращаться к ним с определенными целями. Главное, чтобы эти цели были не во зло и не завязывали плохую карму человека. Но вот у меня вопрос. Может ли черная магия использоваться без завязки кармы в минус? Вообще поклонение темным богам меня как-то совсем не привлекает. Здесь хороший вопрос. Нужно разделить. И надо снова смешивание. Темные боги и черные маги или колдуны. Это совсем все разное. Когда мы воссоединяемся с энергией родовости бога, и воссоединяемся сразу со всеми богами, не могу я воссоединяться только с марой или чернобогом. Нельзя, это невозможно, потому что родом все бога это один такой улей. И если человек обращается к макоши, например, к сварогу, он воссоединяется со всеми богами, и с марой, и чернобогой в том числе, и с марглом, и с арилой. Это автоматически происходит. Черные, как мы говорим, маги или колдуны, они идут по другому пути, на усиление своего эго, своего эгоизма. Как раз их мир становится такой черный, без богов. Они могут набирать мощь, могущественность, они могут взглядом даже убивать людей, очень многие вещи могут творить, если они действительно набрали такой силы. Но их эта вся сила, она смешна по сравнению к которому мы видим, что такое ротом все бога, что наши боги. Это как океан, а не как песчинка. На уровне нашего проявления они могут показаться такими великими, но не более того. И в этом разница. И поэтому, когда мы воссоединяемся с энергией, мы проузнаем свою божественную природу, там же происходит наоборот затухание всего духовного и просто возрастание вот этого, как я повторю, ложного эго, гордыни, как угодно. Хорошо, вопрос эфира от Вячеслава. Что из себя представляет храм Черномары и почему он так называется? Ну, мне кажется, два раза ты ответил, так что, если только дополнить что-то. Ну, на данный момент это канал Зела, как точка сборки на тонком плане. Это претеча проявления храма на земле нашей матушки. то есть когда будет собрано достаточное количество людей, которые полностью встали на путь познания себя, на путь преображения, на путь именно обойна духовного, тогда этот храм Черномары проявится на земле, как отдельное стоящее здание, и это будет такой новый уровень, уже последняя такая финишная прямая для преображения всего окружающего мира, пространства, сознания, наших тел. Вот так. А Черномары это Чернобог, Мара, два таких. И как Черномара, когда мы почему-то говорим Гой, Черномать и Гойма, это все понятно. Почему Черномары? Ну вот иногда вопрос. Но Мара, Марина черная, Марина сверкающая, Марина искрящаяся, Марина вечная, Марина вечная, Матерь всемогущая, имя тебе бездна, сила твоя, ярость. Хорошо. Аркуинон, вопрос в эфир. Известно, что существует три мира, правь, нафи, явь. Скажи, Анобис, каким мирам принадлежат боги, которых ты славишь? Мара, Чернобог, Ом, Всебог. Ом, Всебог это все. И это внешнее деление на уровне нашего все-таки как души мы, сознание мы делим на белое, светлое, темное, позитивное, негативное. А так это все едино. Это игра, игра, что есть НАП, есть ЯП, правь. НАП это здесь вот такая, как мы здесь, как люди ходим. Но все это именно заключено в Омсе Боге. Из него это все выходит. И в нем все это находится одновременно. Точка. Все в точке, Вселенная в точке. И оттуда все это многообразие. Вот именно я отвечаю с позиции все-таки недвустенности. Знаешь, выдернуть вот из этой обыденной жизни, из этого восприятия плоскости туда, глубину. Поэтому иногда мои вопросы бывают, не совсем принимают человеку. Он хочет, чтобы ему ответили вот здесь. Вот 2 плюс 2 4. А я говорю, да нет, это может быть и 8, что угодно может быть. Ну, к примеру, да? И у человека идет, ум сопротивляется. Как же? Ну, вот меня так учили, я так читал, еще. Весь опыт мой показывает, что вот мир жесток. А я говорю, да нет мира, нет Вселенной. Это твоя иллюзия. И как раз, когда мы делаем практику пробуждения, мы избавляемся от этой иллюзии. Поэтому с канюшком вопросы мои будут вот такие, знаешь, как сдергивающие из этого состояния сна. Сыпайтесь, пробуждайтесь. И все будет хорошо. Вячеслав к предыдущему своему вопросу уточнение дает. Вопрос в эфире от Вячеслава. Тогда почему много богов, если только один чернобог тысячи ликий? Ведь лики и имена это не одно и то же. А вы говорили как раз про множество имен чернобога, упоминая его тысячи. ликость. Как это понимать? Ну, очень просто. Это все вибрации, вибрации, составляющие единое целое. Как обратно же разделенность, игра, разные аспекты, разные качества, они проявляются в разных именах. Для меня это вибрации, они звучат по-разному, они имеют свою сладость какую-то. То есть, они рассматривают это как в линейности, что-то когда-то было, были битвы, там то-то, то-то, там куча книг написано, их можно почитать, и разные версии. Для меня это все прямо сейчас происходит, прямо здесь и сейчас. И поэтому эти имена, они именно тысячелетия, их сотни, тысяч, они разные вибрационности, разные снова тонкости, но все это воедино сливается в единый поток. И в итоге это все входит в рот Всебога. То есть, единое целое. Там и себе ты, наши боги, темные, все это в этом великом океане сознания. Я так вот наблюдаю за тем, что в чате какое движение происходит, кто-то приходит, кто-то уходит. И вот думаю, хорошо, что вопросы мы задаем с самого начала, потому что сейчас добавляются люди, которые только-только пришли, и как раз они слышат вопросы и услышат ответы как раз на то, что было в самом начале еще сказано. Так что, наверное, вот эта практика имеет свои плюсы. А те, кто уже уходит, они услышали ответы в самом начале. Ладненько. Владимир Азматич задал вопрос в эфир. Анубис, какова целевая аудитория твоего учения? Практики. Именно зрелые души. Зрелые души, которым неинтересно уже играть в другие игры. Именно игра пробуждения, узнавание себя, выход на свободу. Все. Я хочу выйти на свободу. Я не хочу больше быть как муха в этом меде, прилипшем к этому миру. Это внутрь поспудное желание нас заставляет двигаться, практиковать. Это кто практик, кто вышел именно на уровень практики, постоянной духовной практики. Это главное. То есть, это костяк. А все остальное расходится кругами. Разные люди, живущие двойственные, делающие полезное дело для общего пробуждения. Но уже на других разных своих звезях, скажем так. Хорошо. Понятно. Вопрос такой. У тебя нарисовано, ну, твой ник, а дальше нарисовано два ярговых символа. Один почасовой, свастика, другой против часовой. И между ними значок, который очень сильно напоминает звезду Давида. Что вот эти три символа в общей связке делают? Как ты это можешь прокомментировать? Дело в том, что звезда Давида, так называемая, это обелисовая звезда. Поэтому давайте не отдавать наши знаки ни национал саллизму, ни иудействию. Это все наши исконные пробуждающие символы. Это еще их называют янтрами. Когда мы смотрим на них, идет пробуждение, внутреннее пробуждение. Когда мы смотрим на свастику, на головрат, мы пробуждаемся. Именно даже просто когда мы видим это, мы начинаем пробуждаться. здесь еще немножко так провокационно была поставлена звезда, чтобы людей было непонятно. А как же, конечно. А как, да, здесь иудеи, а здесь ивластика, и вот все, ну что ж творится, да. Беспредел, вообще беспредел. Да, полный беспредел, да. Так, ну ладно, пляшем дальше. Ярослав, вопрос эфир. когда человек во сне, он может видеть сны, запоминать, например, если он попадал в пекеля, это же своего рода чистилище, где его дух и сознание очищаются, то сны и сновидения это связь по сути со всеобщим сознанием в той или иной форме, так или нет? По сути, тело да. То есть, когда мы засыпаем, как мы говорим, тело заснуло, и мы входим, как тонкое тело, на другой уровень, то есть, тонкие вибрации, мы начинаем видеть разные миры, можем погружаться глубоко вниз, по-разному бывает, бывает мы специально погружаемся, когда тоже умение поглубже, потому что, когда мы можем опуститься на жесточайшие уровни, мы говорим мир ада, голодных духов, там очень жесткие вибрации, и это укрепляет нас в итоге, и необходимо рано или поздно все равно туда нырнуть, потому что не познав преисподнюю, как песни поется, не пройдя преисподнюю, не построить рай, то есть, это во снах мы также можем практиковать, и очень важно не просто кувыркаться, играться, трудиться, совершать также практику пробуждения, но именно в принципе да, это связь все равно с общим единым. Вот Ярослав написал, без каркаса туда нырять не стоит. Ладно. Правильно говорить, правильно, если мы нырнем туда как раз, когда еще нет стержня, почему-то выработка стержня, чем важно, человека может порвать, да, и тогда вот шизофрения, одержимость, и почему-то много эзотериков или других движениях в так называемых духовных школах, да, столько бывает отклонений психических. Ясно, ясно. Дальше Виталий, вопрос эфир. Рот нейтрален, он породил светлых и темных богов. Как-то вопрос не совсем правильно мне кажется задан. Нейтрален ли Рот, если он породил и темных и светлых, или он на чьей-то стороне стоит, на стороне темных или на стороне светлых? Скорее всего, лучше так его задать этот вопрос. Если он, скажем, из него вышли темные и светлые боги, то он включает в себя светлых и темных богов. То есть он на нашей стороне, на стороне именно наших богов и богиней. Может быть, в этой игре в двойственности он, можно сказать, перерасставлен уму, то, что мы себя представляем, что-то мы говорим мракобесие, лярвы, всякие паразиты, деструктивные грегоры. Это все наш ум. И именно тогда Ротом Всебога он ему противоставляет как духовное, как пробуждающее начало. Вот представление не темных богов и светлых, а именно вот такая борьба, духовная брань именно с нашим в обращенную сознанием. Хорошо, вопрос эфир от Вячеслава. А почему вы славите темных богов? Ведь, как известно, славят только светлых богов, а темных только чтут. Так как стремления любого светлого, доброго человека направлены к свету, а не к тьме? И как вообще можно одновременно стремиться и к свету, и к тьме? Ну, вот снова, на протяжении эфира раза пять или шесть об этом, но все равно вопрос действительно важный. Дело в том, что и темные, и силы боги, это все право-лево рука, это все единое целое. И, может быть, правы те, кто говорит, что как-то поаккуратнее богам темных, да, послалте светлых, а темных просто почитайте. потому что вибрация такова темных богов, что человек действительно может сорвать психические расстройства, сорвать крышу, как мы говорим, да, не выдержать этих вибраций. Но когда мы Мару воспринимаем как матушку родную, любящую, она, ну, все для меня, но как я не могу ее славить? Ну, естественно, я ее славлю. Славить это как? Это почитать, это разные слова, но по сути дела мы почитаем, что значит славить? Мы почитаем, уважаем тех, кто достиг именно обожествления внутри себя. Каждый из нас, если он практикует, он рано или поздно войдет в сом богов. Его тело преобразизуется и становится телом бога. Кто такие боги? Это те же самые люди, которые реализовали себя внутри божественного сознания, осознали себя, свою божественную природу. Вот в чем дело, это вот в этом как раз иное восприятие, чем тех религий, которые нам насовывают, что бог это где-то там, а мы вот здесь такие рабы. Нет, это все не так. Мы единое, единое целое. Так, Вопрос эфира от Вячеслава. На вашем сайте в своем рассказе о себе вы упоминаете о лжеславянских эгрегорах и лжеволхвах. Но как определить, кто перед тобой волх или лжеволх, жрец или лжежрец? Тоже чудесный вопрос. Сложно бывает определить, очень сложно. Когда вы пробуждаетесь, вы будете на уровне интуиции это ощущать и видеть разницу между словами и той энергией, вибрацией, которую он пропускает через себя. То есть меньше слушайте, что говорит, к чему призывает, а больше сердцем, восприятие тем духом. Если ваш дух при этом разгорается, вы чувствуете, вот оно, вот это наше, значит он проводник наших богов. вот так вот это, ну это не так просто, конечно, то есть можно и запутаться, многие попадают под это влияние, влияние морока, этих сущностей духовных, паразитов духовных. Поэтому будьте всегда очень аккуратны. Вопрос очень важный на самом деле, потому что, как ты правильно говорил, много сейчас людей, которые называют себя очень интересными именами, называют себя очень интересными званиями, присваивают себе сами звания, и по-разному бывает. Кто-то просто заблуждается в чем-то и вот ему как-то кажется, что он на истинном пути, а кто-то иногда такое ощущение, что больной просто человек и начинает там себя Наполеоном называть или кем-то еще, со всеми последующими деяниями и результатами этих дел. И многие люди, подхватывая его напор заражаются этой энергией и становятся в его такие ряды последователей. И вот это очень печально, потому что по ходу дела они ничего толком не получат хорошего. В лучшем случае они потратят просто время и потом будут разочарованы, а в худшем случае они будут адептами некой такой секты, не пойми вокруг чего. Вот это печально. Поэтому смотрите, мне кажется все очень просто. Первое, вы должны понимать, что никакой бессовщиной славяне никогда не занимались. Если вас призывают проливать кровушку, если вас призывают очень громко орать где-либо и это говорят, что так оно должно быть и так оно всегда было, то задумайтесь, так оно это нет, потому что орать никогда не надо. Наши боги не глухие, они вас и так прекрасно слышат. К тому же звериный рык, он тоже славянам особо не свойственен. Если вы становились зверем в обличии человека в военском деле, берсеком или кем-то еще волколаком, то в этом случае тогда это все происходило само собой. А просто так искусственно этот детский сад подражание чего-либо игра в песочнице у берсеков или волколаков. Это тоже надо учитывать. Дальше. Сейчас я закончу, и потом, если вы подключите родовой канал, то есть если вы будете на связи со своими родными богами, предками, то в этом случае у вас все будет достаточно понятно и просто, кто перед вами и что с этим дальше делать. Так что просто-напросто анализируйте, подключайте родовой канал и тогда все встанет на свои места. Пожалуйста, что ты хотел сказать? Я хотел добавить, что одна из задач тоже храма Черномара взять все эгрегоры и мы это делаем. Мы будем это все, так как я называю, жернова очищения, жернова огненные и они трансформируются, они разрушаются. Все, что отжившее негодно, оно уходит. И это как раз функция Мары Чернобога. Все, что отжило, все, что уже мешает нам жить, оно разрушается. И поэтому это самый действенный метод не убеждения какого-то внешнего, ничего. именно введение такую жесть, да, то есть в руки Мары Чернобога. И мы тогда видим, как это начинает разрушаться. Люди пробуждаются, морок уходит. Если система была построена, скажем, на энергии бесовщины, она просто тогда исчезает. Это мы реально наблюдаем. Хорошо. А как подключить родовой канал? Светлана, отвечаю, у каждого индивидуально, но есть общие тенденции по радио подключать родовой канал лично я никому не собираюсь. Михаил, вопрос в эфир. Мне интересно вот что услышать. Если каждый конкретный бог, отвечая за свои вопросы в мироздании, как Анубис Анубис выходит в то состояние для общения, чтобы обратиться к нужному или не оскорбить его просьбой, так как данный вопрос может отправлен не по адресу, не тому, в чьих задачах возможная подсказка человеку для решения его вопроса. Как на взгляд Анубиса и почему произошло падение светимости от лохов и жрецов? Начну все-таки с последнего. Это игра такая. Болхвы потеряли связь, жрецы потеряли связь с энергией родом все богом, дегладировали. И поэтому пришел мурок, все забвение. И первая часть вопроса, она меня честно даже как улыбку вызывает, как будто знаешь, я какому-то богу мчусь, ему вот челобидно. Когда я говорю внешне подать челобидно богам, но это не то, что я внутри есть, к нему куда-то чусь, беседу, разговариваю. Нет, это моя задача убрать как раз себя как эго, убрать себя как тело и войти в эту энергию. И тогда автоматически усиливается вибрационность присутствия богов. И все случается автоматически. Нет вот этого сказать, поговорить. Это все ментальность. Это уровень вибрации. Там все происходит совсем по-другому. Понятен мой ответить. Нет, постараюсь еще подробнее изложить. Хорошо. Вопрос от Антона. Здравия. без... Может и глупый вопрос. Именно речения ты тоже проводишь? Благодарю. Нет, как такового именно речения я не провожу. Это функция все-таки не жрецов, а волхвов. Именно проводить обряды. задача именно жречества, то, что я понимаю под именно жречеством, это день от дня становиться все более чистым проводником энергии рода Всебога. И вся практика нужна для того, чтобы отбросить себя, себя того ложного, все представления о себе и просто стать чистым проводником. Вот это бескорыстное любовное сужение. День от дня которое должно усиливаться вот задача жреца. Вот так. Хорошо, хорошо. Алексей Тарасов, добрый вечер, всем здравия, вопрос в эфир, уважаемый Анубис, а почему вы не носите бороду? Да, кстати, где твоя борода? Забыл что-то пристегнуть? Ну-ка, отвечай. Ну, знаешь, обратно же маги носят бороду, говорят, надо обязательно носить. Многие говорят сутовяне, вот как три хлеба, говорят, надо бороду носить. Но это привязка к телу. Хочется носить бороду, носите, да? Она не влияет на ваше сознание. Есть борода, нету, есть ли волосы на голове, или короткая прическа, или длинная. Это никак не может повлиять на вашу пробужденность. На пробужденность влияет ваша отдача, ваше воссоединение, или самоотдача полная, богам, богиням. Чем больше мы отбрасываем себя, тем больше мы открываем сердца и души. Богам, богиням, родом Всебога, тем больше наше пробуждение. А для этого и все практики, все, что мы ритуалы, это для того, чтобы как раз еще более открыть сердца и души. Это великая энергия, энергия любви, варенья, преображения. А вот так я отвечу. Хорошо. Не совсем с тобой согласен по поводу бороды. Я считаю, что борода все-таки что-то дает, то же самое как инструмент. Он дает мастеру, хороший инструмент дает мастеру некое преимущество над другими, но, опять же, даже хороший инструмент в руках того, кто не является мастером, это абсолютно бестолковая вещь, поскольку встречал людей, которые реальным микроскопом забивали гвозди или кололи орехи в лаборатории. Вот видел серьезный такой анекдот, когда уборщица микроскопом колола орехи в лаборатории. Вот. Ну, потому что он тяжелый, железный. Такое было объяснение, когда ее поймали за этим делом и стали спрашивать, зачем ты это делаешь? Ну, условно, там, мариванна, да? Вот. Но борода как хороший инструмент, данный именно мужчине, он, этот инструмент или она, борода, позволяет что-либо все-таки делать. Это опыт и тот, который по жизни доказан. Просто так я бы не стал отбрасывать. Другое дело, что и без бороды мастер может что-то сделать и что-то соорудить. И уровень сознания от бороды может не зависеть. Тут я с тобой согласен. Дальше. Я добавлю, я добавлю, здесь нет отбрасывания. То есть, я не отрицаю, понимаешь, если человек чувствует, что она ему помогает, здорово, мне она без разницы. Лично мне без разницы, есть она, нет, поэтому мне так удобнее. Какой уровень без бороды? Хорошо. Хорошо. Молодец. Дальше. Дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. А если найдется такой заблудившийся, который начнет пересчитывать богов, разделять их в сварге, он изгнан будет из рода. Поскольку мы не имеем богов разных, высший сварок и иные, суть множества, а бог един и множественен. И пусть никто не разделяет того множества и не говорит, что мы имеем многих богов. Это Велесова книга. А коли так наши предки писали, то и получалось славить Мару Чернобога. Они не славили так, как произошли от светлых богов. Ипостаси единого целого. Как ты это все выкупишь со своим славлением темных богов? Благодарю. Ну, Аси, снова повторю еще раз, что мы славим всех богов. Для меня нет разницы, различия, враждебности каких-то одних богов к другим. Это все ротом все бога. Это красота проявления этого великого сознания, сверкающего. Из него выходят все формы, все имена, все вселенные. Они изошли, потом они исчезнут. Все исчезнет, все формы исчезнут, ничего не останется. Называется великобролая, растворение. И потом снова это все возникнет. Это прелесть игры, да? поэтому у меня нет разделения. Поэтому ну как могу не славить, не почитать, не любить матушку свою, которая дает мне жизнь, которую я ощущаю, которая внутри меня. Ну как это можно, да? Славить это для меня и почитать, и уважать. Это не просто вот многих славить, как-то вот они разделяют слова. Славить это значит кричать, может быть, я не знаю. А почитать это что значит? Для меня это все одинаково, что славить, почитать, уважать, это все поедино сливается. Это боссоединяться с энергией. Вот здесь и внешне это можно как бы разделить словами. А когда внутри вы боссоединяетесь с энергией, вы не можете там внутри разделять. Вы входите в единство. Именно в этом есть практика пробуждения. Вы постараете это единство не на словах, не книгах, а изнутри в глубине вы становитесь этим единством. Это очень здорово. Хорошо. Хорошо. Вопрос эфир от Антона. Желаю здравствовать. Наталкиваюсь на многих, кто утверждает, что перед духовными практиками нужно тело очистить. что можешь сказать по этому поводу. Благодарю. Желательно заниматься практикой очищения на всех уровнях, но на мой взгляд, если мы будем откладывать, вот дальше займусь практикой очищения тела и отбросим любые духовные свои направления, это будет очень неверно. Тогда это уже будет попахивать бесовщиной. Любое действие, направленное на достижение здоровья, богатства или политической власти является бесовщиной. Вот это очень четко надо всегда понимать. Когда же мы практикуем, когда мы входим в энергию рода Всебога, мы автоматически начинаем очищаться и можем применять дополнительно любые гимнастики, некоторые тренировки, чтобы тело не застаивалось, какие-то например чаи полезные, это очень здорово, но это вспомогательное. И тогда ваше мое пробуждение, духовное основание будет происходить быстрее. Но если вы начнете заботиться вначале только о теле, то это может привести к тому, что вы станете на путь, на путь усиления черноты, грязи, бесовщины внутри себя, такой привязанности, к этому телу. Поэтому надо все вместе сочетать. Ничего не отказываться, но быть очень мудрым. Вот так. Хорошо, Виктор Леонидович вопрос задает. Вот слушаю, кажется, все это верно, но ведь земля наша оккупирована. Чем то, что ты рассказываешь отлично, чем то, что ты рассказываешь отлично от христианства, религии, рабов, в принципе? Вот такой вопрос Виктор Леонидович задал. Земля наша оккупирована. Если смотреть на нашем, скажем, уровне, третьего измерения, как мы говорим, на проявленном, вот сейчас, здесь, да, мы как бы в оккупации, но почему это произошло? А потому что мое сознание оккупировалось, я впал в забвение, я засунул свое время, то есть мы как все заснули и все, пришел в морок. Бесы, лярбы, все эти паразиты, деструктивные эгрегоры пришли, а сейчас мы начали пробуждаться. И поэтому вот это все начинает уходить, оно все разрушается, оно туда уходит, в глубину все, уничтожение, разрушение всего отжившего негодного. Поэтому смотрите больше на свое пробуждение, на узнавание себя, на воссоединение с богами и богинями, и в этом есть ваша победа. Не на внешних каких-то фронтах, там тоже надо действовать, да, но главное, когда вы пробуждаетесь как дух, пробуждаетесь как, скажем, такой, в семье рода он все бога, когда вы понимаете, что вот есть единство, и вы входите в эту семью, и вы делаете то, что вы можете сейчас сделать, выносите свою лепту, пускай могут маленькие кирпичик, вы его вкладываете, ну, еще победа. Хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. На каком основании веда в Елисовой книге есть искажение, а твое вещание не искажение? Уважаемый Анубис, ты с кем сверяешься? Для каких, для таких выводов, кто на ухо шепчет истину, и истина ли она? Да, благодарю. Олег задал вопрос. Да, тоже очень хороший вопрос. А я отвечаю так, все вокруг, все книги, они несут искажение, все без изучения, все учения несут искажение. И то, что я сейчас говорю, естественно, тоже имеет искажение. Почему? Почему это все искажение? Да потому, что наше представление о себе искаженное. мы, как человеческие существа, как тела, это искажение. Мы не это тело, поэтому все вокруг нас также имеет эти искажения. Поэтому глубину, чистоту надо искать внутри духа. Вот пробуждение открывает ваше духовное видение. Вы постигаете, вы видите этот мир в свете, в свете истины. Вот так вот. Потому в любой книге всегда искажение. Если кто-то говорит, что это так и не иначе, все, это тогда становится религией. Это жесть, это тогда бойни, кровавые убийства, это все, говорит. Это тогда национал религии, можно так сказать. Понятно. Вот когда ты сказал про тела и сказал, что это искажение, ты знаешь, наши предки и боги, наверное, не были такими не совсем недалекими, чтобы создать что-то искаженное. Все-таки тела создавались не столь искаженными, создавались для определенного здесь пути, для определенного здесь дела, деяний, понимания чего-то. Поэтому я бы не стал бросаться с такими громкими словами искажения по отношению к телам человека, поскольку мы являемся наследниками богов и сделаны эти тела для определенной миссии здесь на земле и сделаны не кем-то, а вот нашими предками, богами. Так, немножко тогда углубим этот вопрос. Смотри, есть единое сознание. Из единого сознания мгновенно произошли все тела, они прямо сейчас. И определяется то, что мы имеем вокруг себя кармическим видением так называемым. И это зависит от внутри кармического видения людей, в данном случае мы обладаем, вокруг нас мир людей. Когда мы меняем свое кармическое видение, то есть пробуждение, мы вокруг себя увидим богов. Реально? Почему мы сейчас не можем видеть? Потому что мы не преобразовались внутри. Нет того, что было когда-то создано внутри тебя, твое же дух, твое сознание созидает это тело. И сейчас в данный момент это тело не совершенно искаженно, потому что по большому счету этого и нет. Но так учение А2 это учение славяно-арийских и глубине своей, именно недвозственности. Поэтому уберите прошлое, уберите будущее, они здесь, И именно наше представление, потому что мы находимся в таком состоянии непробужденности, поэтому все, что мы воспринимаем искажение, и все книги, это все до конца все равно это искажение. И в этом смысле, не то, что это плохо, а то, что наше восприятие того другого, который полуспит, мы как в бреду полупьяном состоянии. Вот так может быть понятнее. Ну ладно, хорошо, хорошо. Дальше Станислав Аргентинец, вопрос в эфир. Звезда Давида, это не плоскостное изображение Меркабы, соединенные пирамиды, вращающиеся в разные стороны? Это вопрос, то есть это не вот эти вот две пирамидки, это объемное что-то, или все-таки это плоскостное? Для меня это как один из Янтера Белеса, энергии, проводник энергии Бога Белеса. Я вот так воспринимаю. А можно потом дать Рубейн, Дерритации, то и то, Меркабы, все что угодно. Есть такие, это все внешне, обратно, оно помогает пробуждаться. А там уже можно по-разному это пояснять, объяснять, почему это все, тысячи можно разных теорий, это все уже будет внешне. И кажется, оно имеет право на жизнь. Как мне говорил один знакомый, если кто-то вдруг разгуливает в вашем Макинтоше без вашего разрешения из Просулс, это еще не означает, что Макинтош не был вашим. Итак, следующий вопрос в эфире, Вячеслава. Может, я прослушал, но чем отличается жрец от волхва? Для меня жрец, понятие жреца, это проводник, это именно полностью проводник, его задача именно день до дня усиливать свою пробужденность. Это, можно сказать, очень все-таки замнутая такая жизнь. Это вне каких-то больших собраний. Бог, это, он тоже является праздником, но он больше взаимодействует с людьми. Он проводит служения, вот такие, где собираются много людей, так называемые требы, именно речения, другие какие-то жизни, всякие события. То есть, это именно такой, как, можно сказать, общественник, что ли, вот в таком плане. То есть, в этом я вижу различия жреца и волхва. Это мое, скажем, понимание, восприятие. то есть, человек, живущий в общине, далеко не отрывающийся от нее, живущий делами общины, но ведущий что-либо больше, чем обычный рядовой селянин или общинник. А жрец, это уже все-таки тот, который проводит какие-то обряды, какие-то действия, и который уже может быть оторван от общины, к нему уже приходит. Если волх, он живет в общине, и приходит в общину и делает что-то вместе, то жрец, он существует отдельно и к нему уже приходит. Это я имею в виду, да? Да здесь даже не значит, что к жрецу приходят. Это не зависит, не важно, приходят, не проходят. Это именно больше как сакральное служение, скрытое. Это не для людей, а это как бы более Бог, это внешнее такое служение. Это очень важно, полезно, необходимо. Он несет свет людям, им разъясняет больше, говорит, греца-то более все-таки закрытость такая, знаешь, некая. Вот более в удалении, да, и к нему если приходит, то есть он не идет сам, к нему больше может прийти те, кто приводит, когда Мара, чертобог, другие боги приводят к нам. Ну, об этом я и говорил. Хорошо, хорошо. Ну что, все вопросы мы с тобой осилили. Давай уже будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. В заключении у нас есть традиция, когда рассказывающий что-либо желает доброе, подводя итог, подводя жирную черту подсказанным нашим радиослушателям. Ну, пожелание пробудиться, пробуждаться и взять на вооружение практику. Читать это хорошо, слушать это хорошо, но очень важно взять практику пробуждения. Если вы реально хотите изменить свою жизнь, преобразовать свои тела, преобразовать окружающий мир, своих близких, родственников, возьмите на вооружение практику пробуждения. И откройте сердца и души богам богиням родом Всебога. Это еще более важно. Всегда вызывать к ним. Что значит ставление вызывания? Боги, придите, вот, я ваш, то есть я открыт. Откройтесь, не бойтесь, уберите, откиньте сомнения, страхи, какие-то беспокойства, все, все отдайте. То есть вот эта открытость. Вот это пожелаю. Открывайте сердца и души богам, богиням, родом Бога. И ваша жизнь день ото дня станет все более краще, краще и лучше. Хорошо. Благодарю тебя за хорошие добрые слова в окончании нашей передачи. От себя скажу, что все наши программы, все наши эфиры проводятся только лишь с одной целью. Как можно более широко представлять нашу древность, представлять наши мировоззренческие какие-то устои, как-то пытаться раскрывать коны, поконы, законы, которые были свойственны всегда нам в древности нашим предкам, раскрывать какие-то, может быть, потаенные знания, пытаться разобраться в чем-либо, но ни в коей мере мы не стремимся к тому, чтобы вывести кого-то на чистую воду, хотя иногда такое получается и к радости так случается, что пришел какой-либо человек, который много о себе возомнил и в конечном итоге после эфира оказывается, что он совсем не тот, за кого себя выдавал. Это, так сказать, не наша основная идея, задача, это такой продукт, который происходит сам по себе в момент передачи. Мы не стремимся к этому, она само собой происходит. И я рад, что такие побочные продукты, они имеют место быть и, наверное, все идет на пользу. И, исходя из всего, что я сказал, я очень буду рад, если каждый из наших радиослушателей и, в частности, я и все, кто трудится над созданием радио и, может быть, даже те, кто приходит в участках с ведущей, будут делать какие-то выводы и развиваться, что-либо для себя новое узнавать, какие-то получать новые мысли, новые какие-то посылы и, исходя из этого, уже что-либо делать доброе и полезное в этом мире. полезное и для себя самого, и для своей семьи, для своих близких, для общины, для державы и вообще-вообще для всего, что мы видим и не видим. Вот как-то так. И поэтому я очень всегда осторожно пытаюсь что-либо здесь говорить и доносить какие-то свои суждения, потому что, ну, кто я такой? Ну, вот ведущий там, ну, кто такой ведущий? Тот, кто кнопочки нажимает и вопросики задает. Вот в данном случае я такой, нажимающий, задающий вопросы. И ничего, кроме этого, пока, наверное, даже и не имею права говорить. Ну, так или иначе, мне сегодняшний эфир понравился. Благодарю тебя за откровенный разговор. Напоминаю, что сегодня у нас 18 мая 2016 года среда. А можно поблагодарить еще? Ну, так давай, давай. Твоя заслуга велика. И покров защита Богов, она над тобой. Ты делаешь очень доброе, очень мощное дело, делаешь очень качественно. И этот поток, который идет через тебя, я думаю, каждый слушатель так или иначе ощущает. Поэтому великая благодарность тебе за твой труд, труд на пробуждение наших народов, на пробуждение родовой памяти. И также хочу поблагодарить всех братьев, сестер родов Всебога, кто открывает сердца свои, кто вносит свою лепту в общее дело пробуждения, просветления, преображения. Слава родов Всебогу, слава Мария, слава Чарлобогу, слава всем богам нашим, как светлым, так и темным. Еще раз благодарю тебе за хорошие добрые слова. Ну так вот, поэтому когда мы приглашаем кого-то в эфир, мы всего лишь навсего хотим, чтобы человек поделился своими знаниями, наработками. И не стесняйтесь делиться ими. Если вы светлый человек, если вы живете на этой земле с целью не то, чтобы себя возвысить, а с целью что-либо доброе здесь сделать, то делитесь этим. Добрые дела, они в цене сейчас, они очень нужны. Уже устали все от вот этой возни, когда каждый свой карман тянет. Прошло это время, пришло время созидателей, пришло время наших ученых, настоящих ученых, наших жрецов, волхвов, которые не из-за барыша ради, а из-за света, истины, здравомыслия в конечном итоге что-либо делают. Вот не стесняйтесь этого, не думайте, что кто-то к вам придет и будет говорить, а давай-ка выходи. Нет, сейчас такое время, когда вот надо уже подниматься и самому что-то делать. поэтому если вы такой, милости просим в наш эфир, поможем чем сможем. Ну, а нашим радиослушателям еще раз напоминаю, радио народное создано для народа и во благо народа, во благо родов наших. Участвуйте в его создании, становитесь творцами, писать умеете, пишите, озвучивать умеете, озвучивайте, нарезать музыку, обрабатывать музыку. Пожалуйста, милости просим. Все в ваших руках. Это намного интереснее, чем просто сидеть на диване, засунуть бананы в уши и слушать кто-то другой какие-то умные вещи, говорит. Вы сами должны учиться, сами должны все делать. Ну, вот, в принципе, все, что хотел сказать. Напоминаю, что сегодня день богини, матери, с Розией земли, с чем я вас всех поздравляю по одному из славянских календарей, а мы говорили о родных светлых и темных богах. Главный сведущий был Анубис. Благодарю всех участников чата за очень интересные темы, которые вы поднимаете в чате, за очень добрую переписку, за теплые добрые слова друг к другу. Сегодня обошлось настолько все ласково и хорошо, я не знаю, что я это заслуга Анубиса или нет, но факт налицо. Итак, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народный Славянский, Игорь Негода.